В. НЕСТАЙКА В СТРАНЕ СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ 1. Пристанище добрых друзей На берегу теплого моря, среди дремучих лесов, синих гор и золотых долин лежит страна Лостовиния. Это необыкновенная страна. Жители ее, Лостовины, все сплошь веснущатые. Веснущатые мужчины и женщины, веснущатые старики и старухи, веснущатые дети. 1И не только люди, но и звери и птицы в этой стране тоже покрыты веснушками, веснущатые лошади и коровы, веснущатые слоны, 7медведи и крокодилы, веснущатые кошки и собаки. 1Мало того, даже комары и мухи эти веснущатые. 4Народ Лостовини жил издавна. 8Это был тихий, мирный и трудолюбивый народ. 9Лостовины выращивали чудесные сады, выводили необычные фрукты и ягоды. 9В этих садах можно было встретить деревья, которых не сыщешь нигде на свете, – конфетные кедры. 8Дважды в год они густо покрывались вкусными шоколадными плодами. 2Лостовины очень любили детей и разводили конфетные деревья именно потому, что они приносили радость детям. 8Когда-то Лостовини была свободной, независимой страной. 9И, хотя темным и неграмотным был тогда веснущатый народ, не знал он в ту пору ни порабощения, ни о жестокости. 9Но вот однажды в Лостовинскую бухту Пожалуйста, гостеприимно открытую для всех мореплавателей, вошли чужеземные корабли под черными парусами. 8Это была военная флотилия, прибывшая из далекой заокеанской страны хулигания. 9Армия хулиганцев высыпала на берег и заполнила всю Лостовиню. 9Хулиганцы начали грабить и разорять страну, обижать ее жителей. 9Они заставили их день и ночь работать на себя, а все, что добывали своим трудом Лостовины, хулиганцы забирали и увозили за океан в свою хулиганию. 9Тяжко страдал маленький мирлюбивый народ под гнетом пришельцев. 9Особым мучением подвергались дети. 9Мало того, что дети голодали, что они давно забыли вкус не только шоколадных конфет, но и обыкновенного хлеба, 9хулиганцы просто не давали маленьким лостовинам прохода. 8Они ловили их на улицах, били, натравливали на них страшных черных собак, которых привезли с собой из-за океана. 9Для хулиганцев не было большего наслаждения, чем смотреть, как страдают и плачут дети. 9Много раз поднимались лостовины против власти захватчиков, пытаясь освободиться и изгнать угнетателей из своей страны. 5Но каждый раз хорошо вооруженные хулиганцы побеждали и жестоко расправлялись с восставшими. 8Какая-то неведомая волшебная сила помогала пришельцам, делала их могущественными и непобедимыми. 6И, сколько ни боролись лостовины, не могли они превозмочь этой враждебной, злой силы. 9Все меньше и меньше надежд на освобождение оставалось у них. 8Но главное, дети. 9Их надо было как-то спасать. 9Разве можно было спокойно смотреть, как хулиганцы издеваются над малышами. 9Но в открытой борьбе лостовины могли погибнуть все до одного, а детей это все равно не спасло бы. 9Вот тогда-то на помощь лостовинам пришел дед Чудодей. 9Всю свою жизнь этот известный в лостовине охотник провел в тропических лесах, охотясь на диких зверей. 9Никто не знал, сколько ему лет. 9Даже самые старые лостовины с детства помнили его уже стариком. 9На лице у него было столько морщин, что совсем не видно было веснушек, все они прятались в морщинах. 9Дед Чудодей был очень мудрый, и поговаривали, что он понимает язык птиц и зверей и часто в лесу беседует с ними. 9Правда, никто этого не видел. 9Но, наверное, не зря его все-таки назвали Чудодеем. 9Лостовины очень уважали деда Чудодея и потому сразу согласились, когда он предложил спрятать детей в дремучем тропическом лесу. 9Там, в Дебрих, он знал такое глухое место, окруженное непроходимыми чащами, куда не проникнет ни один хулиганец. 9Только дед Чудодея и знал туда дорогу. 9Там кончалось лостовине и начинались сине-скалистые горы. 9И вот, проснувшись однажды, хулиганцы увидели, что из лостовине исчезли дети. 9Во всей стране не осталось ни одного мальчика, ни одной девочки. 9Хулиганцы не истовствовали. 9Они обыскали всю страну и не нашли даже поломанной детской игрушки. 9Словно в лостовине никогда и не было вовсе детей. 9Тщетно угрожали хулиганцы. 9Лостовины молчали и делали вид, будто сами очень взволнованы неожиданным исчезновением малышей. 9А тем временем в Дебрих тропического леса, на огромной светлой поляне, возникла необыкновенная колония. 9Назвали ее, Пристанище Добрых Друзей. 9За зубчатым деревянным забором высился большой, просторный дом. 9Вокруг него в зелени садовых деревьев утопали маленькие аккуратненькие домики. 9Дальше тянулись грядки огородов и большое поле. 9Кроме Деда Чудодея да двух старых нянь, которые присматривали за совсем маленькими детьми, взрослых в колонии не было. 8Строили колонию сами дети, без помощи старших. 9Только Дед Чудодея руководил строительством. 9Впрочем, честно говоря, без добрых помощников дети вряд ли бы справились сами. 9А помощники у них были необыкновенные. 9Дед Чудодея, видимо, и в самом деле знал язык птиц и зверей. 9Потому-то среди лесных обитателей у него оказалось множество друзей, которые помогали строить детям колонию. 9Кроты рыли юму под фундамент. 9А камни для фундамента носили из соседних скалистых гор могучие горные орлы. 9Хвостатые обезьяны работали верхолазами. 9Бобры валили деревья, обгрызали стволы со всех сторон. 9Дикобразы снабжали маленьких строителей острыми, прочными иглами, которые служили вместо гвоздей. 9Но больше всего помогали, на стройке добродушной веснущатой великаны-слоны, которые были словно живые подъемные краны. 9Легко подымали они тяжеленные бревна на любую высоту. 9Без них дети ни за что бы не возвели стен большого двухэтажного дома. 9Хорошо жилось детям в колонии, спокойно и безопасно. 9Никто их не обижал, никто не издевался над ними. 9Правда, все им приходилось делать самим. 9Они сами обрабатывали землю, выращивали фруктовые деревья, сами хозяйничали. 9Мальчики работали в саду и в поле, рубили дрова, носили воду из колодца, то есть делали всю мужскую работу. 9А девочки варили обед, мыли посуду, чинили одежду, стирали белье. 9Конечно, всем этим руководили дед Чудодей и няни, помогая добрыми советами и наставлениями. 9Одна беда, без родителей очень скучали дети. 9Но и тут дед Чудодей нашел выход. 9Раз в месяц он по очереди приводил отцов и материи в колонию. 9Гостили они день-два и возвращались назад, чтобы не вызвать подозрений у хулиганцев. 9В колонии для родителей были специально выделены комнаты на втором этаже. 9А поскольку дед Чудодей любил порядок и справедливость, он завел книгу, в которую записывал, кто и когда пребывал в колонию. 2. 1Веснушка 0Всех детей, живущих в колонии, любил дед Чудодей, ко всем одинаково хорошо относился. 9Но был среди них один мальчик, с которым особенно подружился старик и которого выбрал своим первым помощником. 9Должно быть, потому, что это был единственный мальчик, к которому не приходили родные. 9Родители и все родственники его погибли во время восстания против хулиганцев, и мальчик остался сиротой. 9Было ему девять лет, и звали его Веснушка. 9Никто никогда не видел, чтобы он плакал, хотя ему, наверное, часто бывало грустно и тоскливо. 9Ведь ко всем ребятам хоть раз в месяц, а все-таки приходят родители и ему даже ждать некого. 9Веснушка был маленький, но очень мужественный и отзывчивый. 9Когда он видел, что кто-то из детей грустит, обязательно выдумывал что-нибудь смешное чтобы развлечь, развеселить товарища. 9Все очень любили Веснушку. 9И даже лесные друзья деда Чудодея, птицы и звери, тоже подружились с мальчиком. 9Он угощал их разными сладостями и часто играл с ними. 9Особенно близкими приятелями Веснушки были слон Бреус и обезьяна Мазлюка. 9Лопоухий великан Бреус, когда строили колонию, был бригадиром слонов-крановщиков и еще тогда подружился с Веснушкой. 9Сидя на спине Бреуса, Веснушка подавал команды, и слон точно выполнял их. 9Вместе с ними работала и обезьяна-верхолаз Мазлюка. 2Их дружба креплась каждым днем. 2Когда строительство окончилось, слон Бреус и обезьяна Мазлюка стали приходить в гости к Веснушке. 9Бреус катал детей на своей широченной спине, а Мазлюка смешала их разными штуками. 2Дед Чудодея иногда разрешал Веснушке небольшие путешествия с Бреусом и Мазлюкой вглубь леса. 9Веснушка забирался на спину слона, рядом с ним устраивалась Мазлюка, и Бреус, словно танк, проламывался сквозь непроходимые тропические заросли. 9Это были интереснейшие, захватывающие путешествия. 9Какие удивительные растения видел Веснушка, каких потрясающих встречал зверей! 9Тут были цветы, на лепестках которых мог преспокойно поместиться взрослый человек, и малюсенькие птицы калибри величиной с муху ящерицы длиною в два метра и деревья не выше травы. 9Каждое новое путешествие радовало мальчика, он очень любил природу. 5Однажды трое друзей снова отправились в лес. 9Веснушке было весело, он напевал песенку. 9У слона Бреуса тоже было отличное настроение, и он бодро бежал, помахивая хоботом. 9Все чувствовали себя превосходно. 9Они даже не заметили, что отошли далеко от колонии. 9И вдруг прозвучал выстрел, второй, третий. 0Обезьянка жалобно взвизгнула и мертвой скатилась на землю. 0Слон Бреус остановился как вкопанный, потом начал опускаться на колени, тяжело вздохнул и повалился на бок. 9Веснушка полетел в кусты. 9Ушибся и потерял сознание. 9Когда он открыл глаза, то увидел, что над ним стоят трое здоровенных верзел с винтовками в руках. 9Веснушка сразу узнал хулиганцев. 9Это были Бельканельи, Джон де Буль и Том Паук, хорошо известные все эластовинии. 9Бельканельи был высокий, худой, с крючковатым носом и единственным глазом на выкате. 9Джон де Буль, тоже высокий, но толстый, хромой на одну ногу, с густой черной бородища, а Том Паук, весь волосатый, 9с большим животом и длинными, тонкими руками, в самом деле очень походил на паука. 9Все трое внимательно разглядывали Веснушку и молчали. 9Веснушка замер. 9Наконец Том Паук сказал:" Гм. 9Откуда взялся здесь этот мальчишка? 9- Действительно странно. 9Как он сюда попал? 9- подозрительно прищурил свой единственный глаз Бельканельи. 9- Эй, ты! 1А ну, отвечай, что ты тут делаешь? 9- рявкнул Джон де Буль. 9- Но Веснушка молчал. 1Что он мог ответить? 9Не выдавать же тайну колонии! 1- Ты что, немой? 9Говорить не умеешь? 9- еще громче заорал Джон де Буль. 9- Отвечай, когда тебя спрашивают. 1- Но Веснушка только молча мотнул головой. 9Пусть думают, что он немой. 9- Постойте, я, кажется, понял! 9- крикнул Бельканельи. 9- Наверное, где-то здесь, в лесу, прячется Ластавинская Малышня. 1И этот мальчишка один из них. 9- Правильно! 9Молодец, Биль! 9Вот мы их! 9- перебивая друг друга, восторженно завизжали Том Паук и Джон де Буль. 9- Немедли веди нас туда! 9- набросились они на Веснушку. 0- Сейчас же покажи, где прячутся беглецы. 9Увидев, что Веснушка не двигается с места, Джон де Буль выхватил из-за пояса огромный кривой нож и замахнулся на мальчика, 9- Веди, а не то конец твоей жизни! 9Еще секунда, и пришлось бы навсегда попрощаться с Веснушкой. 9Веснушка и сам это прекрасно понял. 9Но стоило ли так бессмысленно погибать? 3Он встал и повел хулиганцев. 9Вы думаете, что Веснушка повел их в колонию? 9Нет! 9Веснушка готов был погибнуть, но не выдать товарищей. 9Он решил завести хулиганцев в дебри тропического леса как можно дальше от «Пристанище Добрых Друзей». 9И там погибнуть! 9Другого выхода не было. 9Веснушка шел впереди, за ним ковылял Джон де Буль, потом Бельканерия, а последним плелся Том Паук. 9Руки у Веснушки были связаны за спиной веревкой, конец которой держал Джон де Буль. 9О бегстве нечего было и думать. 9Веснушка шел, не оглядываясь, грустно опустив голову. 9Не хотелось мальчику умирать. 5Так звонко щебетали птицы в чаще, так буйно цвели в траве цветы, так весело светило солнце, пробивая сквозь. 9Хорошо жить на свете! 8Неужели это последний солнечный луч Веснушкиной жизни? 9Прощай, солнце, проще, небо! 9Неожиданно Джон де Буль дико вскрикнул, и Веснушка почувствовал, что хулиганец выпустил из рук веревку. 9Мальчик оглянулся. 9Джон де Буль со всего размаха треснулся на само дерево. 9Что-то ослепило его, и он ничего не видел. 9Белька на летом паук тоже крутились на одном месте, закрывая руками глаза. 9По лицам хулиганцев метались какие-то огненные, ослепительные пятна. 9Они отчаянно ругались и кричали, и натыкались друг на друга, словно слепые котята. 9Воспользовавшись замешательством, Веснушка бросился бежать. 9Чтобы запутать следы, он долго петлял по лесу. 9Время от времени мальчик останавливался и прислушивался, не гонятся ли за ним враги. 9Но погони не было слышно, должно быть, хулиганцы все еще боролись с той таинственной ослепительной напастью. 9Когда Веснушка добрался до 9Пристанище добрых друзей, была уже ночь, однако в колонии никто не спал. 9Все волновались, ожидая Веснушку. 9Затаив дыхание слушали дети рассказ мальчика о страшном приключении в лесу. 9А когда ребята узнали о трагической гибели добродушного слона Бреуса и веселой обезьяны Мозлюки, многие не выдержали и заплакали. 9Заплакала сам Веснушка. 9Слезы, помимо воли, покатились по его щекам. 9В эту ночь мальчик долго не мог заснуть. 9Он лежал с открытыми глазами и думал. 9Думал о том, как тяжело жить в стране, где хозяйничают жестокие завоеватели. 9Неужели так будет всегда? 9Неужели никак нельзя победить хулиганцев? 9Неужели нельзя бороться с той темной, волшебной силой, которая поддерживает их, делает непобедимыми? 9И странно, дед Чудодей словно прочитал эти Веснушкины мысли. 9Веснушка не заметил, как старый охотник тихонько подошел к его кровати, сел с краю и заговорил, 9- Не грусти. 9Веснушка, не печалься, мой мальчик. 9Недолго осталось хозяйничать хулиганцам в нашей стране. 9Недолго осталось нам терпеть. 9Скоро настанут другие времена, поверь мне. 9Ты знаешь, забыл я тебе сказать, видел я вчера сон, странный, светлый, радостный сон. 9Будто гибнут злые, враждебные силы, рушится власть хулиганцев и пропадает все темное и злое, что есть на свете. 9И почему-то в этом сне я видел тебя, Веснушка. 9С тобой происходили какие-то необыкновенные приключения,… 9Вот только не помню какие. 9Ты был героем, ты с кем-то боролся и побеждал. 9Я видел тебя счастливым. 9Веснушка не мог понять, правду ли говорит Дед Чудодей или просто так, чтобы утешить, но мальчику стало сразу как-то легко, хорошо и спокойно. 9И Веснушка уснул. 9Проходило время, и страшное приключение в лесу понемногу начало забываться, как забывается все неприятное и плохое. 9Только изредка кто-нибудь невзначай вспоминал об этом. 9И одно лишь удивляло и просто таки сбивало всех с толку, что же такое ослепило тогда хулиганцев и дало возможность Веснушке спастись. 9Все ломали над этим голову, но так и не могли понять. 9И оставалось это пока неразгаданной тайной. 3ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ 1Однажды под вечер в ворота колонии постучался Незнакомец. 9Он был маленького роста, худощавый, с большой головой. 2И, хотя вечер выдался жаркий, Незнакомец кутался в черный бархатный плащ, а капюшон низко опустил на лоб, как во время дождя. 2Ворота открывала Веснушка. 8Это входило в его обязанности. 1- Добро пожаловать, – любезно поклонившись, как всегда, проговорил мальчик. 9Незнакомец ничего не ответил и несколько секунд пристально смотрел на него. 9Потом как-то загадочно улыбнулся, кивнул готово и молча прошел в дом. 2А Веснушке вдруг показалось, что в то время, пока Незнакомец смотрел на него, он спал, а потом проснулся, 2и будто за эти несколько секунд видел какой-то сон. 2И еще показалось Веснушке, что он уже где-то встречал Незнакомца, причем не один раз, но никак не мог вспомнить где. 9И только навсегда врезались в память это неестественно белое лицо, густо посыпанное пудрой, и глаза, большие, черные и какие-то очень странные. 7Почему странные? 9И тут Веснушка понял, эти глаза совсем не блестели и ничего не отражали. 9Веснушка хорошо заметил, что они не отражали огня свечи, которую он держал в руках. 9Словно это были не живые человеческие глаза, а две бездонные дырки. 9Но, несмотря на все эти странности, которые, казалось, должны были внушать страх, 9Веснушка не чувствовал никакого страха перед Незнакомцем. 0В Мальчике все больше и больше разгорались любопытство и интерес. 9Веснушка должен был лезть в погреб за огурцами, потому он одержал в руке зажженную свечу, 9но он не утерпел и пошел вслед за пришельцем. 9Незнакомец уже стоял возле стола деда Чудодея, и тот записывал его в книгу прибывших. 9Веснушка мельком глянул через плечо деда и прочел 9- Господин Мрак, проездом на три дню, комната Н-13. 9В это время Незнакомец снова пристально посмотрел на мальчика, потом, обращаясь к старому охотнику, спросил, 0- Это ваш сын? 9Голос у Незнакомца был необычный, звучал он глухо, словно из подземелья. 9- Да, господин Мрак, – поспешил ответить дед Чудодей, – то есть нет. 9Это сирота, но он заменяет мне сына. 9И, знаете... 8Старик хотел что-то рассказать Незнакомцу, но вдруг остановился на полуслове. 9Потом дед Чудодей рассказывал, что он вдруг забыл, о чем хотел говорить. 9Никогда раньше с ним такого не случалось. 9Так же, как и Веснушка, он будто заснул на несколько секунд и ничего не помнил. 9Господин Мрак поднялся по лестнице на второй этаж и заперся в своей комнате. 9Весь о его появлении вмиг разнеслась по колонии. 9Это, конечно, должно было всех удивить и взволновать, потому что до сих пор в колонию никогда не попадали Незнакомцы. 9Но никто не успел даже подумать об этом. 9Всем вдруг страшно захотелось спать, хотя было еще очень рано, ведь только-только стемнело. 9И через несколько минут все в колонии спали как убитые. 7Многие не смогли даже добраться до постели. 9Дед Чудодея заснул прямо за столом, дежурная повариха возле плиты, а Веснушка свернулся калачком на ступеньке лестницы, 9которая вела на второй этаж. 9И никто не видел, конечно, как поздней ночью господин Мрак вышел из своей комнаты, склонился над Веснушкой и долго смотрел на него. 9Между прочим, всем жителям колонии снились в эту ночь страшные сны, и они кричали во сне отдушивших их ужасов и кошмаров. 9И, странное дело, все они проснулись вместе, в одно время, на рассвете, как только взошло солнце. 9А проснувшись, сразу же забыли о таинственном Незнакомце, словно он и вовсе не появлялся в колонии. 9Как ни в чем не бывало все занялись своими делами. 9Единственное, что чувствовали колонисты, это какое-то смутное беспокойство, будто бы кто-то невидимый все время наблюдать за ними. 9И только когда в полдень господин Мрак вышел во двор прогуляться, все тут же вспомнили о нем и о тех загадочных событиях, которые произошли после его 2появления. 9День был очень жаркий. 9Солнце жгло немилосердно. 9Колонисты изнывали от жары и прятались в тени. 9А господин Мрак вышел на прогулку в том же самом черном бархатном плаще, и капюшон по-прежнему был опущен на лицо. 9В таком виде он преспокойнейшим образом разгуливал по санцепеку. 2Колонисты с недоумением глядели на этого странного чудака. 9И тревожные мысли стали закрадываться в их голову. 9Но через несколько минут господин Мрак опять скрылся у себя в номере, и жители колонии снова забыли о нем, будто никогда его и не видели. 9Три дня господин Мрак прожил в пристанище добрых друзей, и три дня повторялось одно и то же. 9Видят колонисты незнакомца, думают о нем. 9Уйдет он к себе в комнату, сразу о нем забывают. 9Вечерами, едва наступала темнота, мгновенно, как по команде, все засыпали, во сне колонистов мучили страшные кошмары. 9Просыпались они на рассвете, с первыми лучами солнца, и сразу все, по-солдатски, в одно время. 9Господин Мрак продолжал свои ежедневные прогулки в саду все в том же черном плаще, несмотря на жару. 9Но всему бывает конец, даже самым непонятным событиям. 9На третий день под вечер Веснушка подметал пол в коридоре на втором этаже, где находился тринадцатый номер. 9Солнце уже село, наступили сумерки, и в колонии стали зажигать свечи. 8Веснушка случайно зацепил веником потерянную кем-то пуговицу. 9Пуговица подкатилась под дверь. 8Веснушка попробовал вымести ее оттуда, но ничего не вышло. 9Дверь была приоткрыта, и Веснушка заглянул в комнату. 9То, что он увидел, заставило его содрогнуться. 5Во-первых, он сразу вспомнил господина Мрака, потому что увидел его. 9Во-вторых. 9Господин Мрак стоял посреди комнаты в своем черном плаще, держа в вытянутой руке черный носовой платок. 9На платке ослепительно-желтыми нитками был вышит заяц, обыкновенный, длинноухий заяц, только желтый. 9В другой руке господина Мрака был зажат длинный острый нож. 9Ножом таинственный незнакомец со стервенением колол желтого зайца. 9У Веснушки глаза полезли на лоб от удивления, что за ерунда такая. 9В это время незнакомец, пробормотав какое-то проклятие, резким движением отбросил платок в угол комнаты, где стоял маленький столик, 9на котором горела свеча. 9И в ту же секунду откуда-то с потолка вспорхнули три большие ночные бабочки, — мертвая голова. 9Веснушка хорошо знал этот вид ночных бабочек, на брюшке у них был узор, очень похожий на череп. 0Бабочки схватили носовой платок и, пронеся его по воздуху, подали господину Мраку. 9Веснушка даже ущипнул себя, проверяя, не спит ли он. 9Но нет, это была правда. 9А дальше произошло такое, что Веснушка чуть не умер от страха. 9Господин Мрак пристально посмотрел на свечу, стоявшую на столике в противоположном конце комнаты. 9Веснушка заметил, что он не подул, не махнул рукой, а только посмотрел на свечу. 9И... пламя свечи, словно ежес под этим взглядом, медленно уменьшилось и потухло. 8В комнате стало темно. 9Однако Веснушка продолжал видеть незнакомца, черный силуэт его резко выделялся на фоне окна. 9Судя по движениям, мальчик понял, что господин Мрак снимает плащ. 8Вот он откинул капюшон, потянул за рукав, стаскивая плащ с плеча, и плащ упал на пол. 9Мальчик невольно вздрогнул и отпрянул от двери. 9Под плащом никого не было. 9Господин Мрак словно растворился в темноте. 9В ту же минуту глаза Веснушки сами собой сомкнулись, он безвольно опустился на пол возле двери и мгновенно заснул тяжелым, беспробудным сном. 4. 9НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1Проснувшись на рассвете, Веснушка никак не мог сообразить, каким образом он уснул возле тринадцатого номера. 9Он хорошо помнил, как подкрался к двери и заглянул в комнату. 9Но что он там увидел и почему вдруг заснул, не мог вспомнить. 9Правда, за эти три дня жители колонии привыкли к тому, что сон неожиданно сваливает их в самых неподходящих местах, и уже ничему не удивлялись, 9но Веснушку все-таки мучило любопытство, что же там было за дверью, что? 0Все утро он ломал себе голову. 9Но никак не мог вспомнить. 9Не помогло ему и то, что он снова заглянул в комнату. 9Ничего интересного он не увидел. 9В восвещенной солнцем комнате на полу валялся черный плащ, а господин Мрак, должно быть, преспокойно спал в кровати, 9которой сквозь щелку между дверьми не было видно. 9Так Веснушка ничего и не вспомнил. 9Настроение у него было неспокойное, тревожное. 9Словно вот-вот должно случиться что-то неожиданное и неприятное. 9И оно действительно случилось, это неожиданное и неприятное. 9Веснушка вытаскивал ведра из колодца, и вдруг какая-то неведомая сила заставила его бросить ведра, которое плюхнулось прямо в воду, 9быстро побежать в дом, подняться на второй этаж и постучаться в тринадцатый номер. 8Он с ужасом спрашивал себя, 9- Ой! 9Что я делаю? 8Зачем? 9Но ноги несли его сами, словно чужие. 9- Входи! 8Я жду тебя! 9- Послышался голос господина Мрака. 9Веснушка отворил дверь и вошел. 1Сначала ему показалось, что комната пуста. 8Но потом он оглянулся и в темном углу увидел того, кто его звал. 9Господин Мрак был уже в плаще, и капюшон, как обычно, свисал на лицо. 5- Подойди ближе, мальчик, – сказал господин Мрак. 8- Не бойся, я не хочу причинить тебе никакого вреда. 9Наоборот, хочу просить тебя оказать мне услугу. 9Ты должен отправиться со мной в далекий путь и помочь мне в одном деле. 9- Я не скажу тебе сейчас, что это за дело. 9Ты сам увидишь. 9Скажу только, что тебе это не будет стоить большого труда. 9А в награду ты получишь много денег. 9Согласен? 9Страшные черные глаза господина Мрака, не мигая, в упор смотрели на Веснушку. 9От этого взгляда мурашки пробегали по спине мальчика. 9Он уже хотел было сказать, «Нет, я ни за что не пойду с вами!» и убежать, но вместо этого против своей воли пробормотал, «Конечно! 9Я согласен! 9Я с удовольствием пойду!» 9- И только потом смог добавить, «Да, ну а как же дед Чудодей! 9Он может не отпустить меня! 9- Ну, это пустяки, – улыбнулся господин Мрак своей мрачной улыбкой, – мы сейчас поговорим с ним, и, надеюсь, он не будет возражать». 1В сопровождении господина Мрака мальчик, словно во сне, вышел из его комнаты и спустился вниз, к старому охотнику. 9Узнав, в чем дело, тот очень удивился. 8Это было видно по его лицу. 8И Веснушка надеялся, что дед Чудодей сейчас скажет, «Нет, господин Мрак, я, к сожалению, не могу отпустить мальчика с вами. 8Он мой первый помощник, и без него я как без рук». 2Но вышло совсем иначе. 9Старик изобразил на лице жалкую гримасу и подобострастно сказал, «Ах, пожалуйста, господин Мрак, с большим удовольствием! 9Берите мальчика хоть навсегда! 9Он мне совсем не нужен! 8Прошу покорно!» 1Чувствовалось, что он говорил не то, что думал. 9Потом дед Чудодей признавался, что на него нашло какое-то затмение и он сам не понял, как все вышло. 9Но ничего не поделаешь, факт оставался фактом. 9Господин Мрак договорился со старым охотником, и Веснушке пришлось готовиться в дорогу. 9На это не ушло много времени. 9Веснушка собрал в маленькую котомку все свои вещи, стоптанные башмаки, курточку, перешитую из маминой шерстяной кофты, 2пару белья да еще поломанный перочинный ножик, который ему достался в наследство от отца. 9В тот же день они отправились в путь. 9Все колонисты вышли их провожать. 9У многих на глазах блестели слезы. 9Всем было жаль расставаться с Веснушкой. 5. 9Волшебное зеркало 9Вот уже осталось далеко позади колония, и поляна, и сине-скалистые горы. 9Веснушка и господин Мрак шли по дороге, которая пролегала через голую, выжженную солнцем степь. 9Веснушка еле волочил ноги от усталости. 5Но господин Мрак ни за что не хотел сделать привал. 9- Ничего, ничего, потерпи. 9Скоро стемнеет, и тогда сразу станет легко, – говорил он мальчику. 8Веснушка с нетерпением смотрел, как медленно заходит солнце. 9Наконец солнце село, землю окутали сумерки. 8Только маленькая полоска олела на горизонте. 8Это угасали последние отблизки солнечных лучей. 9И тогда господин Мрак вдруг взмахнул плащом. 0Мальчику показалось, что именно от этого окончательно потухло солнце и воцарилась темнота. 9В ту же секунду господин Мрак подхватил Веснушку на руки, и с неимоверной быстротой они понеслись вперед сквозь кромешную тьму ночи. 9Ветер свистел в ушах и захватывал дыхание. 9Веснушка чувствовал, что они летят высоко над землей, в черном облачном небе. 5Усталости как не бывало, но зато в сердце проник острый, леденящий страх. 9Такой страх мальчик испытывал только в кошмарном сне, когда нет сил ни крикнуть, ни пошевельнуться. 9Сколько они летели, мальчик не помнил. 9Но вот Веснушка стоит на земле. 9Кругом высятся огромные горы. 5Их снежная вершина озаренная светом луны, которая выглядывает из-за тучи. 9А прямо перед Веснушкой раскинулось озеро. 9Свежий ветерок рябит воду, плещутся маленькие волны, серебристо переливаясь в лучах луны. 9У берегов шумит камыш. 9А по воде плавают дикие утки, ныряют, рыбу ловят. 9Неожиданно, на глазах у Веснушки, это самое обыкновенное озеро застыло, будто покрылось льдом. 9Поверхность его стала ровной и неподвижной, как стекло. 9Утки снялись и улетели. 9А озеро начало уменьшаться, уменьшаться и вдруг поднялось и стало стеной. 9И уже не озеро это, а зеркало, обрамленное зеленой деревянной рамой с резьбой в виде камыша. 9- Ну вот мы и прибыли, – сказал господин Мрак. 8- По ту сторону зеркала находится Страна Солнечных Зайчиков. 9Мы должны проникнуть туда. 9Слыхал ли ты что-нибудь о Стране Солнечных Зайчиков? 9И, хотя Веснушка еще не совсем пришел в себя, он не мог сдержать радостной улыбки. 9Хо, еще бы! 1Конечно же, он много слышал об этой замечательной стране. 9Давным-давно, когда он был еще очень маленьким, самой любимой его игрой было пускать маминым зеркальцем Солнечных Зайчиков и наблюдать, 9как ослепительное пятнышко прыгает по стене, по потолку, по спине отца, как фыркает и жмурится старый веснущатый кот, 9когда это пятнышко попадает ему в глаза. 9Тогда мальчик думал, что это пятнышко просто так, в шутку, называют Солнечным Зайчиком. 9Он не знал, что это и в самом деле Зайчик, с длинными ушками, с лапками и с маленьким, куцаем хвостиком, 9, точь-в-точь как настоящий заяц, только желтый, солнечный, потому что сделан он из солнечных лучей. 9Об этом, когда он подрос, ему рассказала его старая бабушка, которая знала все на свете. 9Бабушка рассказала ему и о стране Солнечных Зайчиков, о том месте, где они живут и откуда каждое утро разбегаются по белу свету совершать свои добрые 2дела. 9А они делают много добрых дел и всегда помогают тому, кто попал в беду. 9Но они очень скромные и не любят, чтобы их благодарили. 1Потому-то и незаметно, что они Зайчики. 1Разве станешь благодарить бесформенное Солнечное Пятнышко? 1И о стране своей они никому не рассказывали. 9Никто не знал, где она находится. 9Веснушка мечтал увидеть настоящего, живого Солнечного Зайчика. 1И однажды ему посчастливилось. 9Как-то ранней весной он проснулся на рассвете. 4Проснулся, но еще не открыл глаза. 9Он чувствовал, будто что-то мягкое и очень нежное слегка щекочет его лицо. 9Веснушка чуть-чуть, самую малость приоткрыл глаза. 9И что бы вы думали? 1Он увидел, что на щеке у него сидит маленький Солнечный Зайчик, в одной лапке у него крохотная золотая кисточка, в другой, золотое ведерце с рыжей 2краской. 9Зайчик макал кисточку в ведерко и рисовал на носу у мальчика Веснушки. 9Вот тебе на! 9Оказывается, Веснушки на лицах рисуют Солнечные Зайчики. 9Чтобы лучше рассмотреть Зайчика, мальчик шире открыл глаза. 9И в тот же миг Солнечный Зайчик попропал, ведь он думал, что мальчик спит, и только поэтому не исчез раньше. 9С тех пор мальчик очень гордился своими Веснушками и всем рассказывал, как он видел Солнечного Зайчика. 9Он так часто об этом рассказывал и столько говорил о Веснушках, что его в конце концов так и прозвали, Веснушкой. 9Но никогда он не думал, что ему удастся побывать в Стране Солнечных Зайчиков. 9С волнением смотрел Веснушка на господина Мрака. 9И вдруг неожиданная мысль пронеслась в его голове, зачем этот мрачный тип хочет проникнуть в Страну Добрых Солнечных Зайчиков? 9Что ему нужно там? 6Что он замышляет? 66. 8Начальник Канцелярии Кошмаров 9И вот тут, кажется, пришло время открыть тайну и рассказать кое-что о господине Мраке. 9Да будет вам известно, что господин Мрак был не кто иной, как сам начальник Канцелярии Ночных Кошмаров и первый советник при дворе 9Королевы Черной Ночи. 9Впрочем, вам это, очевидно, ни о чем не говорит. 9Ну да, вы ведь еще ничего не знаете о Королеве Черной Ночи. 9Так послушайте. 1Глубоко-глубоко под землей, где вечная темнота и куда ни проникает дневной свет, находится это страшное королевство. 9Там в огромном, роскошном дворце живет королева. 8У нее длинные черные волосы, черное лицо и черное тело. 9Когда заходит солнце и угасают его последние лучи, королева посылает на землю своих подданных. 9Королева ненавидит людей и старается делать им как можно больше зла. 9Она покровительствует подлости и преступлениям. 9И жалкие хулиганцы, которых вы уже знаете, широко пользуются услугами королевы. 9Под защитой ночи творят они свои гнусные дела, совершают грабежи и убийства. 9И королева любит их за это. 5Есть в королевстве одно учреждение, без которого королева бессильна. 9Это канцелярия ночных кошмаров. 0Начальник канцелярии, господин Мрак, первый советник королевы. 9Господин Мрак руководит кошмарами, ужасными ночными видениями. 9Кошмары по ночам являются людям во сне и душатых. 9Ничто так не радует королеву, как деятельность кошмаров. 9Каждый из них, любимец королевы. 9Всемогущая королева черной ночи. 9Нет силы, которая могла бы победить ее. 9Она боится только одного, света. 9Потому на рассвете, когда рассеивается господин Мрак, так трусливо скрываются ее подданные, прячась в самые темные уголки и щели. 9Глубоко под землю зарывается она со своим королевством. 9Ни одна живая душа не может проникнуть туда, ни зверь, ни человек. 5И только когда-то, очень давно, какой-то слишком усердный крот, роя себе нору, случайно попал во дворец королевы. 9И тогда королева приказала ослепить всех кротов, чтобы они никогда не смогли больше найти путь в королевство. 9С тех пор все кроты слепые. 1Извечными и самыми заклятыми врагами королеву были солнечные зайчики, потому что они всегда старались спасти людей от злых козней королевы и сделать им 7что-нибудь хорошее. 0Лютая ненавистью ненавидела королева солнечных зайчиков и всячески боролась против них. 9Но ничего не могла поделать. 9Ведь солнечные зайчики действовали днем, когда ярко светило солнце и когда королеве нельзя было показываться на земле. 9Правда, днем королеве помогали ее союзники, грозное племя тучевиков-грозовиков, над которыми властвовали царь Гром, пузатый и трескучий, и царица Молния, 0худая и желтая от злости. 1Это по их приказу собирались на небе тучи, заслоняли солнце, и начиналась гроза. 9Гремел гром, сверкала молния, тучи вики ливнем обрушивались на землю, стараясь истребить солнечных зайчиков. 9Но солнечные зайчики были неуязвимы. 9Они храбро бросались в бой и с помощью своего надежного друга ветра разгоняли врагов и обращали их в позорное бегство. 9И снова небо становилось чистым, ласково смеялось солнце, а солнечные зайчики, каждый с цветком ирисов в зубах, начинали веселый хоровод, 9празднуя свою победу. 8Издали веселый хоровод солнечных зайчиков казался людям разноцветной аркой, поднявшейся над землей. 1Люди называют это веселье солнечных зайчиков радугой и считают его счастливым предзнаменованием. 9Между прочим, «Ирис» на языке ученых значит «радуга». 9Выходит, не зря этому цветку дали такое название. 1Королева Черной Ночи ненавидела солнечных зайчиков. 9Она только ждала удобного случая, чтобы им отомстить. 1И вот однажды к королеве явился господин Мрак, и они заперлись во дворце. 9Десять ночей они совещались и не выходили оттуда. 9Десять ночей люди спали спокойно и их не душили кошмары, потому что господин Мрак был занят. 9Никто, даже самые приближенные к королеве слуги не знали, о чем совещается королева с господином Мраком. 9И только на десятую ночь стало известно, что господин Мрак разработал очень хитрый и смелый план уничтожения страны солнечных зайчиков. 9Но, в чем заключается этот план, держалось в строжайшем секрете. 9Кроме королевы и самого господина Мрака, никто не знал этого. 9Господин Мрак брался все сделать сам. 1Потому что это дело требовало большой осторожности и совершеннейшей тайны. 9Только в самом крайнем случае начальник канцелярии решил прибегнуть к помощи других темных сил королевства. 9Главная задача заключалась в том, чтобы проникнуть в страну солнечных зайчиков. 9Это было очень сложным и трудным делом. 9Путь в страну солнечных зайчиков лежал через волшебное зеркало. 8А зеркало это имело ту особенность, что отражало все злое, коварное и враждебное. 9Самый искуснейший и хитрец не в силах был обмануть волшебное зеркало. 2Какое бы доброе и невинное лицо ни было у него, стоило подойти к зеркалу, и сразу все становилось видно. 9Проникнуть через зеркало было невозможно. 9Но в стране солнечных зайчиков существовал закон, раз в сто лет к ним в страну через волшебное зеркало мог пройти какой-нибудь мальчик или 9девочка, причем не старше десяти лет. 5У такого избранника не должно было быть за душой ни одного злого поступка. 9И еще на лице должно было быть ровно двести двадцать две веснушки, ни на одну больше или меньше. 9Обо всем этом господин Мрак выведал во сне при помощи кошмаров у одной дряхлой, сто девятилетней старушки, 9которой в детстве удалось посетить страну солнечных зайчиков. 9С тех пор господин Мрак целый год летал ночами по земле в поисках такого мальчика или девочки. 5Во множестве стран побывал он и всюду склонялся над детскими кроватками, пристально вглядывался в лица мирно спящих детей. 9И наконец нашел. 6Вы, конечно, уже догадались, что это был Веснушка. 7СЕМЬ. 0СТРАНА СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ 1Только успел подумать Веснушка, зачем это господину Мраку понадобилось проникнуть в страну солнечных зайчиков, 3как неожиданно из темноты вылетела большущая сова с зелеными светящимися глазами, а вместе с ней несколько летучих мышей. 9Господин Мрак взмахнул плащом, сбрасывая его с себя. 9Сова и мыши на лету подхватили плащ и исчезли с ним в темноте. 5Испуганный Веснушка завертел головой, ища господина Мрака. 9Но тот исчез. 9Мальчик только заметил, что какая-то тень мелькнула от плаща и шмыгнула в карман его курточки. 9Но Веснушка тут же забыл об этом. 9И о господине Мраке сразу забыл. 9Он лишь видел перед собой странное зеркало, которое осветилось слабым желтоватым светом. 9Какая-то неведомая сила влекла Веснушку к этому зеркалу. 9Он подошел к нему вплотную. 9Прямо перед глазами мальчика блестело зеркальное стекло. 9Какой-то голос шептал,:"Иди, иди вперед!" 9Повинуясь этому голосу, Веснушка сделал шаг и зажмурился, ожидая, что вот-вот стукнется лбом о стекло. 9Но нет! 9Он легко прошел сквозь зеркало, словно в открытую дверь. 5Переступая ногами, мальчик будто плыл по воздуху без всякого напряжения и усилий. 9Тело его было легким, невесомым, как во сне. 9Сначала Веснушка ничего не мог разглядеть впереди. 9Он двигался в каком-то желтом, золотистом тумане. 9Потом постепенно этот туман рассеялся, и перед Веснушкой открылась страна солнечных зайчиков. 9Мальчику показалось, будто он попал в огромнейший, необыкновенный цветник. 9Никогда в жизни он не видел такого количества цветов сразу. 9Да на Земле это было, пожалуй, и невозможно. 2Потому что рядом с первыми, хрупкими цветами-подснежниками здесь росли поздние, осенние астры и хризантемы. 9Все цветы, которые только есть в природе, цвели здесь одновременно. 2Стройные, горделивые ирисы и застенчивая мотиола. 9Самодовольные нарциссы и скромные бархатцы. 9Ослепительные кроваво-красные каны и незаметная комнатная примылка. 9Анютины глазки выглядывали из-за пышных пионов, а Львин Изев смешно оттопыривал розовые губы. 9И тихонько вздрагивали серебряные звоночки ландышей. 9На первый взгляд казалось, что цветы растут здесь без всякого порядка, как в лесу или в поле. 9Но когда Веснушка пригляделся, то увидел, что, сплетаясь между собой, цветы образуют необыкновенные домики, с окнами, с дверьми, 9с красивыми крылечками и верандами. 9В этих-то цветочных домиках и жили солнечные зайчики. 9Веснушка остановилась возле первого попавшегося домика. 9За невысоким заборчиком из маргариток раскинулся цветочный сад. 9Вдоль дорожек, посыпанных желтой пыльцой, ровными рядами росли розы, гладиолосы, лилии, георгины. 9Под ними, словно кусты по деревьями, росли настурцы, фиалки, подснежники. 9А в глубине сада, на берегу небольшого зеркального озера, посреди которого раскинулась беседка из кувшинок, стоял домик. 9Или, вернее, не стоял, а рос домик. 9Потому что это был большой куст джасмина, ветви которого причудливо переплелись и образовали стены, окна, крышу и даже башенку над крышей, 9наверху которой, будто флюгер, раскачивался белый цветок. 9На окнах были кружевные занавески из ландышей, а подоконниками служили бархатцы. 9Веранда домика была из васильков. 9Посреди веранды в кресле из мягкой, пушистой хризантемы дремал старый солнечный заяц. 9Солнечная зайчиха в белом переднике цветком клевера подметала пол. 9А с озера доносились крики и звонкий смех. 9Там на лепестках розы, как на лодочках, катались по воде шустрые солнечные зайчата, должно быть, такие же шалуны, как и всякие ребятишки. 9Веснушка стоял в нерешительности. 9Ему хотелось заглянуть в домик, но он был воспитанным мальчиком и хорошо знал, что нельзя входить без стука. 8Отстучать было ни во что. 0Но тут Веснушка заметил, что возле веранды растет синий лесной колокольчик, от которого тянется паутинка прямо к калитке. 9Мальчик легонько дернул за паутинку. 9Тотчас же раздался приятный серебряный звон, и четыре цветка львиново зева, которые служили калиткой, склонились головками до земли, пропуская гостя. 9Навстречу Веснушке, приветливо улыбаясь, уже спешили Заяц и Зайчиха. 8А солнечные зайчата, примчавшись с озера, с любопытством выглядывали из-за цветов. 9Хозяева нисколько не удивились появлению мальчика и приняли его очень радушно. 9Ведь тот, кто попадал в страну солнечных зайчиков, не мог быть врагом, иначе волшебное зеркало попросту не пустило бы его. 9А значит, он друг и желанный гость. 9Старого солнечного зайца звали дядюшка Ясь, его жену, тетушка Тася. 9У маленьких зайчат еще не было имен, в стране существовал обычай, по которому солнечные зайчики имели право на имя только тогда, 9когда становились самостоятельными и начинали делать доброе дело. 9- Ну, мать, накрывай на стол, – сказал дядюшка Ясь, – прежде всего гостя надо угостить. 9Веснушка не стал отказываться. 9Во-первых, чтобы не обидеть хозяев, а во-вторых, потому что изрядно проголодался. 9Сидя на очень мягкой и удобной хризантеме, он уже предвкушал сытный, хороший обед. 9Каково же было его удивление, когда тетушка Тася, расстелив перед каждым салфетку из лепестка водяной лилии, поставила на стол букет цветов и сказала, 0пожалуйста, угощайтесь. 9Веснушка растерянно заморгал глазами, не видя, чем бы ему можно было угоститься. 9А хозяева выбрали себе из букета по цветку и стали нюхать, причмокивая от удовольствия. 8Веснушке ничего не оставалось делать, как последовать их примеру. 9И он еще больше удивился, когда вдруг почувствовал, что голод его пропадает с каждой секундой. 9Оказалось, что солнечные зайчики питаются исключительно запахом цветов. 9И тот, кто попадает к ним в страну, тоже переходит на такое питание. 9Это был удивительный обед, на первое, острая пряная гвоздика, на второе, жасмин, на третье, сладкая медуница. 9Жасмин был любимым кушаньем дядюшки Яса. 9За один присесть он мог вынюхать десять цветков. 9Потому-то дядюшка Яси домик себе вырастил жасминой. 9После обеда дядюшка Яси повел веснушку в сад. 9Он показывал ему разные диковинные цветы, рассказывал, чем они замечательны, где и когда цветут на земле, от каких болезней помогают людям, и тому подобное. 9Это было очень интересно, и веснушка внимательно слушал. 9Так, беседуя, они подошли к большой клумбе, которая находилась в центре сада. 9Плотным кольцом окружая цветок, который рос посредине, застыли здесь, словно в почетном карауле, бородатые, красноголовые канны, 9стройные ирисы, маки, тюльпаны. 9Тонконогие нарциссы склоняли свои гордые головы перед тем, кто рос посредине. 9А рос там маленький, обыкновенный, желтый одуванчик. 5Да, обыкновенный, ничем не примечательный одуванчик, который растет буквально повсюду, в поля, в лесу, на дорогах, на улице, 6на крышах старых домов и даже на городском дворе, пробиваясь вместе с травой сквозь щели между булыжниками. 9Тот самый одуванчик, который люди часто не замечают и топчут ногами. 9А здесь он был окружен особым почетом и вниманием. 9Веснушка спросил, почему это так. 9И вот что он узнал. 1Оказывается, одуванчики, это любимые цветы солнечных зайчиков. 9Вы заметили, наверное, как они похожи на солнце, круглые, ослепительно желтые, и лепестки расходятся во все стороны, как лучи. 9В один из весенних дней ранним утром все солнечные зайчики, которые есть на свете, прилетают на землю. 9И, если бы люди имели волшебные глаза, они бы увидели, как своими лапками солнечные зайчики раскрывают тугие бутоны одуванчиков, 9и тогда вмиг среди зеленого моря травы вспыхивает множество маленьких желтых солнц. 9Это расцветают одуванчики. 9Люди считают, что первые весенние цветы, подснежники, сон, фиалки. 9Это правда, они появляются раньше одуванчиков. 9Но когда зацветают одуванчики, солнце уже светит по-настоящему тепло и ярко, и вовсю зеленеют деревья, и празднично горят елочные свечи каштанов. 9Весна в разгаре. 9Одуванчики, самые долговечные весенние цветы. 9Уже давно увяли подснежники, и сон, и фиалки, и до новой весны люди забыли их запах, уже отсвели сады и появилась в лесу земляника, 9а одуванчики все еще желтеют в траве, и дети по-прежнему плетут из них венки. 8До самой осени можно встретить в траве цветущий одуванчик. 9Цветут одуванчики лишь тогда, когда светит солнце. 9Как только скроется оно за горизонтом и наступит вечер, одуванчики сразу же, словно зонтик, складывают свои лепестки и закрываются. 0И лишь с первыми утренними лучами они распускаются вновь. 9Одуванчики, верные друзья солнечных зайчиков. 1Они всегда предупреждают их об опасности. 1Перед грозой, то есть когда тучевики-грозовики начинают собираться на небе, одуванчики тоже складывают свои лепестки. 9И солнечные зайчики уже знают, надо готовиться к бою. 5Есть у одуванчиков еще одно необыкновенное свойство, они не вянут, как все остальные цветы, они стареют и умирают, как люди. 9Когда приходит время, их желтые головки покрываются сединой, белыми пушистыми волосками. 9Ветер срывает их и разносит по земле. 1Иногда ему помогают в этом дети. 9Забавляясь, они сдувают седые головки одуванчиков, и одуванчики молча и покорно умирают. 9А седые волосы падают на землю, и из них вновь вырастают цветы. 9Все это потому, что одуванчики не простые цветы, а волшебные. 9Их разводят на земле солнечные зайчики. 9Потому-то, должно быть, дети так любят одуванчики, пожалуй, больше всех остальных цветов. 9Веснушка с уважением смотрел на одуванчик, так вот какой это замечательный цветок. 9- Ну, а теперь, – сказал дядюшка Ясь, – пойдем, я поведу тебя в замок волшебных сказок. 9Я думаю, тебе это будет интересно. 3Кстати, по дороге зайдем с тобой во дворец смеха. 9И они пошли по широким улицам, которые были скорее аллеями огромного цветущего сада, чем улицами. 9Встречные солнечные зайчики приветливо здоровались с Веснушкой, тот, кто попадал в страну солнечных зайчиков, сразу становился здесь своим. 9Веснушка, как воспитанный мальчик, отвечал на каждое приветствие. 9Вскоре они подошли к дворцу смеха. 1Этот дворец был полностью сделан из кривых зеркал. 9Попав в него. 9Веснушка чуть не лопнула от смеха, глядя на свое отражение. 9Ну и умора! 8Между прочим, дворец смеха был медицинским учреждением. 9Солнечные зайчики считали, что смех – лучшее лекарство от всех болезней, и прописывали его больным, пять, десять, двадцать минут смеха три раза в 9день, кому сколько нужно. 9Поскольку сами солнечные зайчики никогда ничем не болели, то лечились во дворце смеха обитатели замка волшебных сказок. 9Но, конечно, все хорошо в меру. 9И через полчаса дядюшка Ясь увел Веснушку из дворца, сказав, что с непривычки сразу столько смеха может даже оказаться вредным. 8. 9В замке волшебных сказок, неподалеку от дворца смеха высился замок. 9Зубчатые стены его были украшены множеством всевозможных фигур. 9Баба-Яга сидела в ступе на самой верхушке башни, а от ее ног, извиваясь, сползал по стене змей-горыныч. 9Синяя борода обнимал руками угол замка и по его спине ввелся дикий виноград. 9Кощей Бессмертный подпирал головой балкон, на перилах которого лежали русалки. 9Окна замка были сделаны в виде огромных глаз стоголового дракона. 9На подоконниках, растопырив крылья, застыли совы и летучие мыши. 9А у входа оскалившись, сидели серые волки, и сам вход представлял собой открытый пас какого-то невероятного чудовища. 9Но Веснушка совсем не чувствовал страха, потому что сразу было видно, что все фигуры не живые а сделаны из камня. 9Это и был замок волшебных сказок. 9Мальчик вошел в него и сразу почувствовал себя как дома, столько знакомых увидел он. 9Здесь жили герои мех-сказок, которые только есть на свете. 9Внутри замок был совсем не страшный, а наоборот, очень светлый просторный и солнечный. 9Добрые феи и волшебницы сидели возле окон в мягких, удобных креслах и вышивали диванные подушечки, совсем как обыкновенные бабушки. 9В углу старик Хоттабыч и барон Мюнхгаузен играли в шахматы. 9Причем барон Мюнхгаузен, по привычке без конца рассказывал всякие небылицы, а старик Хоттабыч внимательно ослушал и кивал головой, 5его ничем нельзя было удивить. 9Аладдин сидел за столом и чистил зубным порошком волшебную лампу. 9На балконе сидели у разбитого корыта старик и старуха. 9Старуха стирал в разбитом корыте носовые платки и карлика носа, а старик кормил золотую рыбку, которая плавала в аквариуме. 9На подоконнике лежал и грелся на солнышке кот в сапогах. 8От со двора доносились возбужденные крики. 9Там тридцать три богатыря играли в футбол. 9Судьей был дядька Черномор. 9Тут же, на спортплощадке, Коти Горошек боролся на ковре с Алешей Поповичем, а Илья Муромец и Добраня Никитича выжимали гири. 9Сразу за спортплощадкой, в саду, гуляли гадкий утенок, курочка-ряба, золотой петушок, братец-кролик и прочие герои сказок и животных. 9Принцы и принцессы, король и королевичи ходили здесь как простые смертные, и нисколько не кичились своим превосходством. 9Все они были тут равноправными жителями замка волшебных сказок. 9Веснушка осмотрел весь замок и напоследок зашел в детскую комнату. 9Она только так называлась, комната, а на самом деле это большой щей зал со стеклянным потолком. 9Здесь было шумно и весело, как в детском саду. 9Буратино, мальчик-спальчик, и Васик-Телесик. 9Стойки Оловянный Солдатик и Чаполино играли в какую-то интересную игру. 9Кажется, в Пограничников и Шпионов. 9Красная Шапочка, Аленушка, Дюймовочка, Снегурочка и другие девочки играли в куклы. 9Петрушка показывал Мурзилке всякие фокусы. 9Барвинок катался на своем коне-кузнечике. 9А Незнайка, Винтик, Шпунтик и другие коротышки учили уроки. 9Веснушка удивился, неужели сказочные герои тоже учатся в школе? 9Да, оказывается, в замке волшебных сказок была специальная школа, где учились сказочные дети. 5Их учили там, как себя вести в разных сказочных случаях. 9Илья Муромец и Катигорошек преподавали силу и храбрость. 5Иванушка-дурачок был учителем ума и сообразительности. 9Доброте учила старая волшебница из сказки, Золушка. 9А сама Золушка показывала сказочным девочкам, как вести домашнее хозяйство. 9Занятиями по физкультуре руководил гимнаст Тибул из сказки о трех толстяках. 8Было еще много других специальных предметов, которые необходимо знать маленьким сказочным героям. 9И, надо сказать, учились они все отлично. 9Двоечников среди них не было. 5Веснушка заметил, что то и дело кто-то из героев исчезал, а затем снова появлялся. 9Это они улетали участвовать в сказке, которую в это время читала какая-нибудь бабушка своему внуку или внучке. 9Когда сказка кончалась, они возвращались. 9Долго ходил Веснушка по замку волшебных сказок и за все время ни разу не встретил ни одного злого волшебника, черта, ведьму или что-нибудь в этом духе. 1В замке жили только добрые герои сказок. 9Мальчик спросил у дядюшки Яся, в чем дело. 9И тот ему объяснил. 9Оказывается, солнечные зайчики давно истребили на земле всех людоедов, злых волшебников, чертей и ведьм. 9Оставили только совсем немного, для сказок. 2Но, чтобы эти оставшиеся не могли делать зла, солнечные зайчики заточили их в темницу, в подвал, который находится под замком волшебных сказок. 9Там они сидят за решеткой, одна ведьма, один черт, один леший и так далее, в общем, всякой злой силы по одной штуке. 9Когда кому-нибудь из них надо участвовать в сказке, солнечные зайчики берут его и под конвоем отводят на землю. 9А когда сказка кончается, забирают обратно. 9Так что совершенно невозможно, чтобы какой-нибудь черт, леший или ведьма свободно гуляли по земле. 9Они теперь бывают только в сказках. 9У Веснушки от впечатлений голова пошла кругом. 9Еще бы! 9Попробовали бы вы побывать в гостях у всех сказочных героев сразу. 9.СЕКРЕТ ДОЛИНЫ СЧАСТЛИВЫХ СНОВИДЕНИЙ 9Когда они вышли из замка волшебных сказок, дядюшка Ясь сказал:"Ну, а теперь пошли домой. 9Тебе давно уже пора спать. 9Ведь на земле ночь подходит к концу. 9Скоро утро, а ты еще глаз не смыкал. 9Да и нам, солнечным зайчикам, надо торопиться на землю. 1Видишь, солнце пошло на рассвет. 9И дядюшка Ясь показал на большой красавец подсолнух, который рос невдалеке. 9Веснушка сначала не понял, при чем тут подсолнух. 9Но дядюшка Ясь ему объяснил. 9Подсолнух, это священный цветок солнечных зайчиков, царь всех солнечных цветов в мире. 9В стране солнечных зайчиков он заменяет часы. 9Ведь подсолнух всегда смотрит на солнце, а когда солнце плывет по небосводу, поворачивает вслед за ним свою голову. 9Глядя на подсолнух, солнечные зайчики точно знают, когда им пора на землю, и никогда не опаздывают. 9По улицам уже бежали солнечные зайчики, торопясь не опоздать к рассвету. 2Их было так много, что у веснушки рябило в глазах. 9Вдруг один из них остановился возле веснушки и воскликнул:"А, а я вас знаю. 9Это ведь вы были тогда в лесу. 9Веснушка замер как вкопанный. 9Так вот кто его спас тогда от хулиганцев. 9Веснушка хотел было спросить имя этого солнечного зайчика, поблагодарить его за спасение, но того же и след простыл. 9Нет, скромные солнечные зайчики не привыкли, чтобы их благодарили. 9Они всегда делали свои добрые дела бескорыстно. 9Дядюшка Ясь ввел веснушку в свой жасминовый домик и уложил его на постель из мягчайших пионов. 9- А как это большой человеческий мальчик может спать на цветах? 9- спросите вы. 9- Он же изомнит и раздавит их. 9Ничего подобного. 9Тот из людей, кто попадает в страну солнечных зайчиков, во-первых, становится такого же роста, как и солнечные зайчики, во-вторых, таким же легким, невесомым, как они, 9в общем, маленьким, сказочным человечком. 9Но, извините, я, кажется, забыл сказать об этом раньше. 5Дядюшка Ясь побежал догонять солнечных зайчиков, а Веснушка, как только лег, тотчас же заснул крепким сном. 9Спал он целый день, до самого вечера, сказалась бессонная ночь, да и переживания изрядно утомили его. 9Когда Веснушка открыл глаза, дядюшка Ясь уже вернулся домой. 9И, хотя по-прежнему солнечно и чудесно было вокруг, проснулся Веснушка с тяжелым сердцем. 9Ему снился какой-то нехороший сон, но какой именно, он не помнил. 9Ведь так часто бывает, не помнишь, что снилось. 9И, как не селишься вспомнить, ничего не получается. 9От всего сна у Веснушки в памяти осталось только одно, надо обязательно, и причем немедленно, покинуть страну солнечных зайчиков и куда-то идти. 9А идти не хотелось, жаль было так скоро расставаться с солнечными зайчиками. 9И потому, ясное дело, у Веснушки сильно испортилось настроение. 9Дядюшка Ясь сразу это заметил. 9До сих пор в стране солнечных зайчиков ни у кого никогда не бывало плохого настроения. 9- Что с тобой? 9Веснушка? 9- С беспокойством спросил дядюшка Ясь. 9- Да вот сон приснился, надо мне уходить из вашей страны. 9- Почему? 9Зачем? 9- Сам не знаю. 9Хоть убей, забыл, что снилось. 9Одно чувство, обязательно надо идти. 9- Нет, так нельзя. 9Надо проверить, что это был за сон. 9- Легко сказать, проверить. 9Как же его проверишь, когда я, сколько ни бьюсь, ничего не могу вспомнить. 9- Ну, это дело поправимое. 7Пойдем со мной. 9И дядюшка Ясь вновь повел Веснушку по стране солнечных зайчиков, мимо цветочных домиков, голубых зеркальных озер и чудесных садов цветников. 9Шли они долго и наконец вышли к широкой необъятной долине, щедро залитой солнечным светом. 9И дядюшка Ясь сказал:"Перед тобой долина счастливых сновидений, тут и ищи свой сон". 2Веснушка застыл в изумлении, вся долина была сплошь усеяна лиловыми цветами, похожими на тюльпаны, только лепестки были покрыты нежными, 2бархатистыми ворсинками. 9Вы, конечно, знаете эти цветы. 9На земле они так и называются, сон. 9Это один из первых весенних цветов. 1Но вам и невдомек, что в этих цветах живут счастливые сны. 9В каждом цветке, сон. 9Когда сон улетает из цветка, чтобы кому-нибудь присниться, цветок закрывается и склоняет головку. 9Ночью долина счастливых сновидений пуста, все сны разлетаются по земле. 9И лишь кигде лиловые цветы стоят с раскрытыми лепестками. 9Значит, кому-то не спит сон. 9Но бывает, что и днем какой-нибудь сон улетает, чтобы присниться тому, кто уснул. 5Главным образом эти сны достаются детям, которые спят после обеда. 9Дневные сны разносят по земле солнечные зайчики. 9А ночные сны они разносить не могут, их ведь не бывает ночью на земле. 9Ночными с нами занимаются двоюродные братья солнечных зайчиков, лунные зайчики. 9Есть, оказывается, и такие. 6И если солнечные зайчики, дети солнца, то лунные, дети луны. 9А луна, как известно, младшая сестра солнца. 9Солнечные зайчики, как вы уже знаете, бывают на земле только днем, а ночью исчезают. 9Лунные зайчики, наоборот, бывают только ночью, когда светит луна, а утром скрываются в свою страну лунных зайчиков, 9которая тоже находится за волшебным зеркалом, только совсем в другом месте. 8Солнечные и лунные зайчики очень дружат между собой и помогают друг другу. 9Иногда днем лунные зайчики ходят в гости к своим братьям. 9И если вы когда-нибудь увидите днем на небе луну, так знайте, что это она повела своих лунных зайчиков в гости к солнечным. 9Но давайте вернемся в долину счастливых сновидений. 9Веснушка тихонько бредет по долине, время от времени наклоняясь и заглядывая в раскрытые лепестки цветов. 9И стоит ему заглянуть, как тотчас же перед глазами встает живая картина, и видит он сон наяву. 9Долго Веснушке попадались чужие сны, которые снились каким-то незнакомым мальчикам и девочкам, тетям и дядям. 9Это были сны о трехколесных велосипедах, об огромных говорящих куклах, о горах шоколадных конфет или же приключенческие сны о дальних 5плаваньях, о путешествиях, о пограничниках и героях и разно другие. 2Случайно попался ему и сон деда Чудодея. 9Помните, тот сон, о котором рассказывал ему старый охотник как-то ночью, предсказывая удивительные приключения. 9Дед Чудодея был прав. 5Веснушка до мельчайших подробностей увидел все, что с ним произошло, и приключения в колонии, и путешествия к волшебному зеркалу, и все-все, 9что видел он в стране солнечных зайчиков. 9Обрывался сон на том, что Веснушка ходит по Долине Счастливых Сновидений, то есть на том, что уже совершилось. 9А что же дальше? 9Ведь сон деда Чудодея на этом не кончился. 5Но таков уж был закон Долины Счастливых Сновидений. 9Тут нельзя было узнать о будущем, оно оставалось тайной. 9С нежностью вспомнил Веснушка деда Чудодея. 9Что-то он делает теперь? 9Как им живется всем там, в колонии? 8Хоть бы скорее сбылись вещи и слова старого охотника. 9Но Веснушке нельзя было сейчас отвлекаться, ему не оставалось пока ничего другого, как только искать свой сон. 9Долго еще ходил он по Долине Счастливых Сновидений. 9Но вот он заглянул в один из цветков и... 9Да, это был его сон. 9Веснушка сразу его вспомнил. 9И прежде всего в памяти всплыл зловещий, страшный господин Мрак. 9Потому что сон-то был именно о господине Мраке. 1И вот что поведал Веснушке сон. 9Господин Мрак замышляет уничтожить Страну Солнечных Зайчиков. 9А уничтожить ее можно одним способом, разбив волшебное зеркало. 9Сделать это под силу только одному сказочному существу, троллю из сказки Андерсона, Снежная Королева. 9И то лишь потому, что у него уже был опыт в этом деле. 9Помните, как он разбил зеркало, осколки которого рассыпались по всему свету и натворили столько бед. 9Но тролль давно томится в подземелье Замка Волшебных Сказок. 2Зорко стерегут его солнечные зайчики и лишь изредка под усиленным конвоем водит участвовать в сказке. 9Господин Мрак задумал освободить тролля. 9Для этого он и проник в Страну Солнечных Зайчиков, спрятавшись в карман к Веснушке. 9Ведь господин Мрак был сделан из темноты, мог сжиматься до самых маленьких размеров и прятаться в любой узенькой щелочке. 9Но без своего волшебного плаща, а вы ведь помните, что плащ был не простый, а волшебный. 9Господин Мрак терял всю силу и власть. 1Сидя в кармане у Веснушки, он мог все видеть, слышать и понимать, но ничего не мог сделать. 9Правда, на первых порах этого было достаточно, потому что сначала господину Мраку надо было узнать, где находится замок Волшебных Сказок, 9и обдумать, как пробраться в подземелье. 9Но освободить тролля без волшебного плаща было немыслимо. 5Господин Мрак даже носа не мог показать наружу, – не забывайте, что он был сделан из темноты, 9в стране же солнечных зайчиков всегда было солнечно и светло, а темнота от света моментально рассеивается и исчезает. 9Надо было, чтобы кто-нибудь принес в страну солнечных зайчиков волшебный плащ господина Мрака. 9А этого никто, кроме Веснушки, сделать не мог. 5И господин Мрак, пользуясь своей властью над снами, проник в светлый, счастливый Веснушкин сон и внушил мальчику свою коварную мысль. 9Веснушка тут же рассказал обо всем дядюшке Ясю. 5Дядюшка Ясь так разволновался, что даже поблек. 9- Что? 9Господин Мрак в стране солнечных зайчиков. 9Надо немедленно собирать совет. 9Дядюшка Ясь подбежал к какому-то корешку, торчавшему из земли, дернул за него, и по всей стране возле каждого цветочного домика зазвонились синие 9лесные колокольчики. 5И тотчас же отовсюду к Долине Счастливых Сновидений стали сбегаться солнечные зайчики. 9Вскоре они заполнили овсю долину. 9Когда все собрались, дядюшка Ясь влез на подсолнух, как на трибуну, и произнес:"Братцы! 9К нам проник господин Мрак. 1Он хочет освободить тролля из подземелья Замка Волшебных Сказок, с его помощью разбить волшебное зеркало и таким образом уничтожить нашу страну. 9Надо срочно принимать какие-то меры. 9Как вы знаете, у нас гостит сейчас мальчик Веснушка из Ласта Винее. 9В кармане курточки этого мальчика господин Мрак и пробрался сквозь волшебное зеркало. 9Но свой черный плащ он, конечно, не смог протащить. 9И вот теперь этот коварный господин собирался заставить Веснушку принести ему плащ. 9Что будем делать? 9Казалось, что при таком огромном количестве присутствующих после слов дядюшки Яси сразу поднимется невообразимый шум. 0Но нет! 9Солнечные зайчики были очень дисциплинированными. 9Воцарилось молчание. 9Зайчики думали, причем у всех уши лежали на затылке. 9Но вот где-то вдалеке у одного из присутствующих уши поднялись торчком. 9Это значило, что он просил слова. 2Дядюшка Яс сразу сказал, 9- Пожалуйста, говори, братец Лель. 8Братец Лель одним прыжком вскочил на подсолнух рядом с дядюшкой Ясим. 9- По-моему, – предложил он, – пока ничего делать не надо. 9Пусть Веснушка идет за плащом. 9Принесет плащ, а мы тем временем что-нибудь придумаем. 9Дядюшка Яси косо взглянул на говорившего. 9Но это отнюдь не означало недоверие, просто дядюшка Яси иначе смотреть не мог, поскольку, как у всех зайцев, глаза у него от рождения были косые. 9Наоборот, дядюшка Яси одобрительно отнесся к предложению братца Лели, мне кажется, братец Лель прав, это наилучший выход из положения. 9Но Веснушке речь братца Лели показалась неубедительной. 9А так как она касалась непосредственно его, Веснушки, он осмелился высказать свои сомнения. 9- Дорогие братцы солнечные зайчки, я не против того, чтобы пойти за плащом, и не подумайте, пожалуйста, что я боюсь. 9Нет, ни капельки. 9Но мне кажется, рискованно приносить сюда плащ. 8Ведь именно этого и хочет сам господин Мрак. 8Он наденет плащ, станет неуязвимым, освободит тролля, и страна солнечных зайчиков может погибнуть. 9Не проще ли, чтоб я ушел и больше не возвращался. 9Без меня господин Мрак не сможет проникнуть сквозь волшебное зеркало, и вы спасены. 8Или еще лучше, уничтожить мою курточку и вместе с ней господина Мрака. 9Сжечь ее, и конец. 1Мне ее нисколько не жалко. 5Пожалуйста. 6Солнечные зайчики с глубочайшим вниманием выслушали Веснушку, были восхищены его благородством, но тут же возразили ему. 9Во-первых, уничтожить курточку никак невозможно. 9Тот, кого пропустило в Страну Солнечных Зайчиков волшебное зеркало, неприкосновенен, и все вещи его тоже неприкосновенны. 9Таков священный закон страны. 9Во-вторых, предложение Веснушке уйти вместе с господином Мраком и больше не возвращаться тоже ничего не дает. 9Потому что таким образом господин Мрак остается целым и невредимым и будет продолжать свою гнусную деятельность. 9А этого нельзя допустить. 9Солнечные зайчики давно уже мечтают захватить господина Мрака, заточить его в подземелье замка волшебных сказок и таким образом помочь ластовинам. 7Именно теперь это и можно сделать. 9Правда, для этого нужно обязательно, чтобы господин Мрак надел свой плащ. 9Без плаща он не уловим, хотя и бессилен. 9Но тут у Веснушки мелькнула новая мысль, постойте, он ведь слышит весь наш разговор? 9Теперь он просто-напросто не останется здесь, а вместе со мной прошмыгнет обратно. 9- Не бойся, не прошмыгнет, – успокоил Веснушку дядюшка Ясь, – он же знает, что ему больше не удастся проникнуть в нашу страну. 9Поэтому он наверняка останется. 1К тому же этот самоуверенный злодей убежден, что победит нас. 1С этими неоспоримыми доводами Веснушка не мог не согласиться. 1Дядюшка Ясь обратился к солнечным зайчикам, – Ну, братцы, кто за предложение братца Лели, прошу голосовать. 8Все уши как одно, стали торчком. 9- Единогласно! – сказал дядюшка Ясь. 1- Можно расходиться. 9Доля на счастливых сновидений мигом опустела. 9Солнечные зайчики разбежались по домам. 1Веснушка с уважением посмотрел на дядюшку Яся и подумал, – Наверное, он здесь самый главный. 1Как его все слушаются! 1Но Веснушка ошибался. 1Дядюшка Ясь был самым обыкновенным солнечным зайчиком. 8В этой стране не было ни старших, ни младших. 9Все солнечные зайчики были равны между собой. 9Каждый из них, если нужно было решить какой-нибудь вопрос, мог созвать большой солнечный совет. 9А только что как раз и был большой солнечный совет. 9Но тот, кто собрал совет, обязан был председательствовать на нем. 9Все важные вопросы солнечные зайчики всегда решали сообща, на Большом Совете. 910. 9Братец Чик, не теряя времени, Веснушка стала собираться в дорогу. 9Курточку свою он снял и повесил на ветке в жасминном домике дядюшки Ясса. 9Ведь в кармане курточки сидел господин Мрак, а его надо было оставить. 9Правда, господин Мрак, если бы захотел, мог бы вылезти из кармана, забраться Веснушке под мышку или в ухо и таким образом удрать из страны солнечных 9зайчиков. 9Но дядюшка Ясс был прав, господин Мрак не собирался покидать солнечную страну. 9Он рассчитывал довести свой гнусный план до конца. 1Дядюшка Ясс проводил Веснушку до самого волшебного зеркала. 9И снова Веснушка очутился в желтом, непроглядном тумане. 9От дядюшки Ясса Веснушка уже знал, что по ту сторону зеркала, у входа в страну солнечных зайчиков, его ждет лунный зайчик-братец Чик. 9Этот лунный зайчик будет показывать Веснушке дорогу. 9А дорога предстоит далекая и нелегкая. 2Сова и летучие мыши отнесли волшебный плащ господина Мрака в дремучий лес и положили его на высоком дереве среди густых ветвей амелы. 9Но лунный зайчик-братец Чик заметил это и теперь знал туда дорогу. 1Амела, это растение-паразит. 1Оно растет на дереве и тянет из него соки. 5Может, вы видели на ветках некоторых деревьев зеленые густые шапки, будто птичьи гнезда. 9Летом их скрывает листва, и они малозаметны, но зато хорошо видны зимой и осенью, когда листья опадают. 1Это амела. 9В народе ее называют, ведьминой метлой. 9И правильно называют. 9Потому что это и впрямь дьявольское растение. 9Там гнездятся подданные королевы черной ночи. 9Там часто ночуют кошмары и страшные сны. 9И неудивительно, что волшебный плащ господина мрака был спрятан именно в амеле. 9И вот Веснушка ощупью пробирался сквозь желтый туман. 9Еще один шаг, и внезапная темнота окутала Веснушку. 9Веснушка вышел из волшебного зеркала. 9На земле была ночь. 9И темнота ночи после яркого света страны солнечных зайчиков на миг ослепила Веснушку. 9Когда глаза его привыкли к темноте, он увидел, что снова стоит на берегу озера. 9И если бы он не знал, то никогда бы не подумал, что это озеро, по которому катятся волны, может превратиться в волшебное зеркало, 8а за этим зеркалом находится страна солнечных зайчиков. 9Веснушка оглянулся кругом, ища глазами братца Чика, и вскоре заметил его. 9Братец Чик сидел на камне и шевелил ушами. 9Веснушка впервые видел лунного зайчика и с интересом рассматривал его. 9Он был точь-в-точь похож на солнечного, только не желтый, а серебристо-белый, потому что был сделан не из солнечных лучей, а из лунных. 9Они познакомились. 9- Ну что ж, пойдем, – сказал братец Чик. 9И они отправились в путь. 9Да, это был нелегкий путь. 9Конечно, одно дело пролететь стрелой по небу на руках у господина Мрака, а совсем другое – пройти пешком через эти горы, 9ущелья и овраги. 9Лунный зайчик легко и неслышно скользил впереди, а Веснушка, спотыкаясь и разбивая в кровь колени, тащился сзади. 9Было уже далеко за полночь, когда они, миновав горы, вошли в густой, дремучий лес. 9В суровом молчании стояли огромные вековые деревья. 9Из чащи доносились таинственные шорохи, чьи-то осторожные шаги, слабый треск сучьев. 9Это ночные хищники шли на охоту. 9Где-то далеко в глуши надрывно ухала сова, словно жалобно плакал больной ребенок. 9Веснушке было страшно. 9И, если бы не лунный зайчик, который, то исчезая, то вновь появляясь, мелькал среди ветвей, он бы, наверное, 9совсем растерялся в этих непролазных, полных зловещих теней, зарослях. 8От усталости подкашивались ноги. 5И вот, выйдя на небольшую, освещенную лунную поляну, Веснушка бессильно опустился на траву, ух, не могу больше! 9Надо отдохнуть! 9- Что ж, давай отдохнем, – согласился братец Чик, устраиваясь поудобнее на листе папоротника. 9Рядом с Веснушкой рос невысокий кустарничек, сплошь усыпанный крупными красными ягодами. 9Они так привлекательно выглядели, что Веснушка, который успел проголодаться, не утерпел, сорвал несколько ягод и уже поднес было их ко рту, 9чтобы съесть. 9Но тут лунный зайчик подскочил на своем листе папоротника и крикнул, 0- Не ешь! 2Выбрось! 1Сейчас же выбрось! 9Веснушка нехотя выбросил ягоды. 9- Да знаешь ты, что это такое! 9- Сказал братец Чик. 9- Это же волчьи ягоды! 1Ими можно отравиться насмерть. 9Их специально разводят на земле королева черной ночи. 9Весной на этом кустарнике распускаются красивые розовато-лиловые цветы, похожие на сирень. 9Но это приманка. 9Запах цветов ядовит. 9Они растут для того, чтобы травить нас. 9Лунных и солнечных зайчиков. 9Ведь королеве черной ночи хорошо известно, чем мы питаемся. 9Но мы давно узнали секрет этих коварных цветов королевы и никогда их не нюхаем. 9Они предназначены для людей. 9Так что берегись этих ягод. 9После слов лунного зайчика красные ягоды показались Веснушке отвратительными и будто налитыми кровью. 9Он сорвал с кустарника все ягоды до единой и растоптал ногами, чтобы случайно кто-нибудь из людей не съел их. 2Веснушке даже противно было оставаться на этой поляне. 9- Знаешь, я уже отдохнул, – сказал он лунному зайчику, – давай пойдем дальше. 9И они снова отправились в путь. 9Вскоре друзья вышли на берег небольшой лесной речки, заросшей камышом и водорослями. 9- Погоди, я пойду поищу брод, а то ты еще утонешь, чего доброго, – предупредил Веснушку лунный зайчик. 9Он скользнул по камышу и исчез в воде, причем поверхность реки даже не шелохнулась. 9Веснушка склонился над водой и увидел, что братец Чик преспокойнейшим образом ходит по дну реки. 9Оказывается, лунные зайчки, так же как и солнечные, легко и беспрепятственно проникают через все прозрачное, через воду, лед, стекло. 9И только непрозрачные предметы могли преградить им дорогу, по зайчке ловко обходили или перепрыгивали их. 8Прошло несколько минут, прежде чем братец Чик снова появился на берегу. 0- Пошли! – и он повел Веснушку бродом. 2.Встреча со старыми знакомыми 0Переедя речку, Веснушка увидел невеселую картину. 9Деревья вокруг имели жалкий вид. 2Бессильно свисали ветки, сломанные чью-то недоброй рукой, кора была изрезана ножом и пестрела разными чертиками и глупыми словами. 9На земле валялись разоренные птичьи гнезда. 9А на белоснежной коре старой белюзы был выжжен череп с ножом в зубах, герб хулигания. 9Веснушка понял, кто здесь побывал. 4Близился рассвет. 9Лес уже просыпался, защебетали невидимые в листве птицы, застучал по коре неутомимый труженик дятел, и застонала, заплакала вдали Волга. 6- Эх, не успеем, – со вздохом сказал братец Чик, – рассветает, и мое время кончается. 8Но ничего, вон, видишь, в столетнем дубе большое дупло. 9Заберись туда, отдохни, поспи, а вечером я появлюсь и продолжим путь. 9Кстати, в дупле есть орехи, поешь, ты ведь проголодался. 0Дупло принадлежит Белке Вивере, там у нее продовольственный склад. 5Но Белка не будет сердиться, она моя хорошая и знакомая. 9В дупле ты будешь в безопасности. 9Только не выглядывай, где-то недалеко бродят хулиганцы. 8Они увидят и схватят тебя. 9Ну, до вечера. 9И братец Чик стал бледнеть, Тайте вскоре исчез. 9Веснушка забрался в дупло. 9Там было тепло, уютно и довольно просторно. 9В углу лежала целая игра вкуснейших лесных орехов и шишек. 9Первым делом Веснушка, конечно, всласть наел с орехов, потом свернулся калачком и заснул. 9Проснулся Веснушка от каких-то голосов. 9Был полдень, но хмурый, пасмурный. 9Все небо затянуто тучами, будто большим серым одеялом. 9Под дубом кто-то громко разговаривал. 2Голоса были грубые, неприятные, но показались Веснушке очень знакомыми. 9Он не утерпел и осторожно выглянул из дупло. 9И что же вы думаете? 9Под дубом стояли старые Веснушкины знакомые, хулиганцы Белькан и Джон Дебуль и Том Паук. 9Дебуль своей огромной волосатой лапищи держал зайца, не лунного и не солнечного, а обыкновенного серого зайца, дергал его за уши и приговаривал 9- Танцуй! 9Танцуй! 9Кому я приказываю? 9Позаяц не желал танцевать и только красными от ненависти глазами смотрел на своих мучителей. 0А говорят еще, что зайцы трусливые. 9- Ах, не хочешь! 9Так я тебя и сейчас зарежу! 9- крикнул Дебуль и выхватил из-за пояса длинный острый нож. 9Каннелья и Паука весело захохотали. 9Веснушка забыл об осторожности, забыл обо всем на свете. 9Он не мог допустить, чтобы погиб беззащитный смельчак. 9Мальчик схватил большую шишку и за всей силы бросил ее в Дебуля. 9Шишка угодила Дебуля прямо в нос. 9Хулиганец взвыл от боли и выпустил свою жертву. 9Заяц шмыгнул в кусты и был таков. 9- Он там, он там, в дупле! 9- завопил Биль Каннелья. 9Хотя у Каннелья всего один глаз, но этот единственный глаз был очень зоркий и видел все на свете. 9- Кто там, кто? 0- взвизгнул Паук. 9- Какой ты мальчишка! 9- ответил Биль. 9- Я его видел. 3Какой ты ничтожный мальчишка! 9- Ах так, сейчас мы с ним расправимся, – заревел Джон Дебуль, все еще кривясь от боли. 9- Паук, лезь на дерево! 9Паук, обхватив толстый ствол своими длинными цепкими руками, полез к дуплу. 9Веснушка понял, что дела его плохи. 9Но мальчик решил дорого продать свою жизнь. 9Схватив шишки и орехи, он стал швырять ими в противников. 9Шишки градом посыпались вниз, орехи с треском раскалывались о лбы хулиганцев. 5Крича и чертыхаясь, Паук свалился на землю. 9Каннелья и Дебуль тоже попадали, закрывая головы руками. 9Но как немного было шишек и орехов в дупле, скоро они кончились. 9К тому же Веснушку был всего-навсего маленький мальчик, а хулиганцы здоровенные дядьки. 9И, когда Веснушке уже нечем было обороняться, Паук поднялся на дерево, схватил своей костлявой рукой Веснушку за шиворот и выволок его из дупла. 9- Ой, да это ж тот самый мальчишка, который сбежал от нас! – взревел Бельканнелья. 9- Это из-за него мы заблудились и чуть не погибли, – завизжал Том-Паук. 1- Ух, как я зол! 9Надо немедленно разорвать его на куски! 1- Нет, – зарычал Джон Дебуль, – этого мало. 1Я больше всех пострадал. 1Мой бедный нос! 8Я боюсь, что теперь не смогу даже нюхать табак. 1Нет, надо придумать этому чертенку такую кару, чтоб он запомнил нас на всю жизнь. 9Мы запрем его в пещеру, тридцать три несчастья, и он будет там сидеть до тех пор, пока мы не решим, как с ним поступить. 9Речь Дебули была встречена криками одобрения. 9Хулиганцы связали Веснушку, сунули в огромный мешок и куда-то потащили. 812. 9Пещера, тридцать три несчастья 9Через некоторое время Веснушка почувствовал, что его вытряхивают из мешка. 9Он упал и покатился вниз по каким-то мокрым, холодным ступенькам. 9Хлопнула тяжелая дверь, и щелкнул задвигаемый засов. 9Веснушка был в огромной, страшной пещере. 9С высокого потолка струился холодный зеленоватый свет. 9По пещере двигались какие-то фигуры. 9Веснушка внимательно присмотрелся и в ужасе затрепетал. 9Да, не зря эта пещера называлась, тридцать три несчастья. 9Здесь жили болезни. 9Все болезни, которые только есть на свете. 9Вот нетвердой походкой прошла отвратительная мадам Скарлатина, кожа с нее свисала лохмотьями. 9За ней семенит рисущаяся лихорадка. 9А рядом вышагивает господин ревматизм, и кости у него скрипят, как несмазанная телега. 9Невдалеке лающим собачьим кашлем заходится коклюш. 9Панянгина с привязанным горлом прогуливается под руку с мистером Гриппом, который без конца чихает. 9А вот и три брата Тифа, брюшной, сыпной и возвратный. 9Брюшной Тиф все время держится за живот. 9Сыпной покрыт мелкой красной сыпью. 9А возвратный то куда-то уходит, то возвращается назад. 9Здесь же болезнь свинка. 9Она оказалась настоящей свиньей и хрюкает, копаясь в грязи. 6В общем, пещера кишела всевозможными болезнями. 9Веснушка боялся пошевельнуться. 9Ему казалось, что все они сейчас бросятся на него. 2А он, конечно, как и все мальчики и девочки, очень не любил болеть. 9Но болезни не обращали на него никакого внимания. 9Они просто не заметили его. 9Кругом стоял такой невообразимый шум от кашля, стонов и завываний, что, видимо, никто не услышал, как скрипнула дверь, 9когда хулиганцы втаскивали в пещеру Веснушку. 9Мальчик стал осторожно пробираться к выходу. 9Он знал, что выход закрыт, но ему казалось, что там все-таки безопаснее. 2Медленно, переползая со ступеньки на ступеньку, Веснушка поднимался по скользкой каменной лестнице. 0Наконец он оказался возле толстой дубовой двери. 9Мальчик попробовал толкнуть ее плечом. 1Куда там? 8Дверь была закрыта снаружи на большой железный засов. 9Даже самый сильный человек, настоящий богатырь, не смог бы выломать ее. 9Грустные мысли одолевали Веснушку. 9Какая ерунда получилась! 5Господин Мрак заинтересован, чтобы Веснушка поскорее доставил ему волшебный плащ, а хулиганцы, лучшие друзья господина Мрака, 6мешают этому и хотят Веснушку погубить. 9Правда, хулиганцы ничего не знают. 8Ведь господин Мрак остался в стране солнечных зайчиков, а в тайну своего плана он никого не посвятил. 9Никто не может помочь Веснушке. 9Даже солнечные зайчики. 9Потому что все небо заволокло тучами и солнце скрылось. 9Вот беда! 8Что же будет? 9И тут Веснушка с ужасом увидел, что болезни заметили его. 9Злобно шипя и толкая друг друга, они двинулись вверх по лестнице. 9Впереди всех был отвратительный мистер Гриб. 1Веснушка зажмурился и закрыл лицо руками. 9Он уже почувствовал, как у него подымается температура и начинается насморк. 9Сейчас он заболеет. 9И вдруг раздались страшные крики. 9Веснушка почувствовал, что температура у него опять стала нормальной, а насморк исчез. 9Когда он снова открыл глаза, то увидел, что болезни с криком катятся по лестнице, а возле него сидят солнечные зайчики. 9Веснушка сразу понял, почему болезни удирают. 9Ведь все они страшно боятся солнца, ну, и, конечно, солнечных зайчиков. 9Веснушка узнал и дядюшку Яси, и братца Лили, и других знакомых. 2Всех их было около десяти. 9Со слезами на глазах мальчик благодарил их за спасение. 0Оказалось, что именно в это время солнечные зайчики, воюя с тучевиками-грозовиками, прорвались на землю и бросились выручать Веснушку. 9Они знали, что мальчик попал в беду. 1Им рассказала об этом белка Вивера, которая в то время, когда хулиганцы схватили-хулиганцы схватили Веснушку, сидела неподалеку на ветке и все видела. 1И хотя ей было жаль своих запасов, она радовалась, что хулиганцам досталось по заслугам, и всей душой хотела спасти храбреца. 9Солнечные зайчики появились как раз вовремя. 0Болезни теперь были не страшны Веснушке. 1Но как выйти из пещеры? 9Солнечные зайчики проникли сюда через маленькую щелочку в дверях. 9Веснушка в такую щелочку никак не пролезет. 9Даже палец в нее не просунет. 9- О, не волнуйся, – успокоил Веснушку-братец Лель, – хулиганцы сами тебя выпустят. 8Вот увидишь. 9Действительно, не прошло и нескольких минут, как послышались шаги и громкие голоса хулиганцев. 9Биль Каннер и, Джон де Буль и Том-паук подошли к дверям. 9Они о чем-то говорили и весело хохотали. 9Очевидно, уже придумали какое-то интересное наказание для Веснушки. 9Снова заскрежетал засов, и двери отворились. 9И вмиг веселые улыбки застыли на лицах хулиганцев безобразными гримасами. 9Они ошелвмленно смотрели на солнечных зайчиков, которые окружали Веснушку. 9Наверное, хулиганцы никогда не видели живых солнечных зайчиков, хотя, конечно, много слышали о них. 9Они вмиг забыли о Веснушке. 2И вместо того чтобы схватить его, бросились ловить солнечных зайчиков. 9Глупцы, они не знали, что солнечных зайчиков невозможно поймать. 9В самом деле, разве можно поймать луч солнца? 9Это была забавная картина. 9Хулиганцы с размаху падали на землю, хлопали по ней руками, дрыгали ногами, даже зубами щелкали, пытаясь поймать зайчиков ртом. 9Но солнечные зайчики ускользали у них из-под самого носа. 1Чтобы подразнить хулиганцев, солнечные зайчики нарочно крутились возле них, не отбегая далеко. 9И хулиганцы сврепо хватали руками в воздух. 9При других обстоятельствах Веснушка с удовольствием посмеялся бы, глядя на все это, но сейчас он не стал терять времени и побыстрее выбежал из 5пещеры. 913. 0Конец, ведьминой метлы, Веснушка бежал изо всех сил, не разбирая дороги. 9У него было единственное желание, как можно скорее скрыться с глаз хулиганцев. 9И только очутившись снова в лесу, он остановился и перевел дух. 9В лесу стояла гробовая тишина. 9Погони не было слышно. 9Должно быть, хулиганцы даже не заметили, в какую сторону побежал Веснушка. 9Опасность миновала. 9Но как теперь найти дупло Белки Виверы? 9Когда стемнеет, там его будет ждать лунный зайчик. 9Но далеко ли это дупло? 9Вы же помните, что хулиганцы в мешке тащили его в пещеру, тридцать три несчастья. 9И заметить дорогу не было никакой возможности. 9Солнечные зайчики тоже не могли прийти на помощь Веснушке, потому что солнце уже закатилось, стало темнеть, близилась ночь. 9Веснушке сделалось грустно и очень тоскливо. 9Что же получается? 9От хулиганцев он удрал, пережил столько необыкновенных опасностей. 9А теперь все рушатся. 9Веснушка сел на пенек и задумался. 9И вдруг кто-то осторожно тронул его за плечо. 9Веснушка оглянулся, перед ним стоял серый заяц, тот самый заяц, которого он и спас от хулиганцев. 9Веснушка ласково улыбнулся ему. 9Заяц кивнул головой, словно приглашал Веснушку куда-то. 9- Чего тебе? 9- спросил Веснушка. 9По заяц не ответил. 9Это был самый обыкновенный, совсем не сказочный заяц, и он не умел говорить. 9Он только настойчиво манил за собой Веснушку. 9И Веснушка пошел. 9Все же лучше быть в обществе Зайца, чем сидеть одному. 9Они долго пробирались сквозь густые заросли, перелезали через поваленные буря и деревья, перепрыгивали через извилистые лесные ручейки. 9И каково же было удивление Веснушке, когда он увидел наконец, что они подошли к тому самому столетнему дубу, в котором было дупло белки-виверы. 9Уже совсем стемнело, и на ветке сидел лунный зайчик. 9- О, это ты, – радостно сказал лунный зайчик, увидев Веснушку, – а я уже думал, что с тобой случилась беда. 9Волноваться начал. 9Веснушка тут же рассказал братцу Чико о всех своих приключениях и под конец добавил, 9- Если бы не этот серый зайчик, я бы ни за что не нашел сюда дорогу. 8- Да, серые зайцы, хороший народ. 9Они всегда помогают другим в беде. 0И вообще они большие добряки и молодцы. 9Спасибо тебе, братец. 9Серый заяц засмущался и убежал в кусты. 9А Веснушка и лунный зайчик отправились в путь. 9И снова лес, снова мелькают слева и справа деревья, кустарники, заросли. 9Вам уже, должно быть, надоело слушать, как Веснушка идет по лесу. 9Но что поделаешь? 9Веснушке самому надоело так долго идти. 9Впрочем, успокойтесь. 9Вот он уже подходит к большущей старой и вискарявым, сморщенным стволом, который окупает свои старушечьи космоветви в черной воде лесного озера. 9Высоко на самой верхушке ивы виднеется густой зеленый ворох омелы. 9Это и есть, ведьмина Метла, где спрятан волшебный плащ господина Мрака. 9Луна просвечивает сквозь ветви ивы и отбрасывает на воду кружевные тени. 9Шевелящиеся в воде бурые мохнатые водоросли кажутся бородой какого-то неведомого водяного чудовища. 9Рядом с ивой, словно огромный кровопийца-паук, растопырился большой, поросший мохом пень. 9Его трухлявая сердцевина светится, и похоже, что паук, не мигая, смотрит в ночь единственным глазом. 9А ночь молчит, притаилась, чега-то ждет. 9Страшное место. 8Но Веснушка переборол страх и, обхватив руками стволы вы, начал карабкаться вверх, чем выше он поднимается, тем труднее становится ему лезть. 9Ветви хватают его за рубашку, за штаны, царапают руки, не пускают к ведьминой метле. 9Не видно ни земли, ни неба, все скрыто листвой. 9Веснушке страшно. 9Хочется плакать. 9Силы начинают его покидать. 9Но вот листва постепенно редеет, снова блеснула луна. 9Последние усилия, и Веснушка у цели. 9В густых ветвях Амила что-то чернеет. 8Это плащ господина Мрака. 9Веснушка сразу его узнал. 9Он уже протянул руку, как вдруг ветки Амила на его глазах сомкнулись, переплелись и скрыли плащ. 9Веснушка попробовал раздвинуть ветки, но только поцарапал себе руки. 9Он растерялся. 5Вот тебе на! 9Что же делать? 9И тут мальчик вспомнил, что в кармане его штанов лежит ножик, доставшийся в наследство от отца. 9Хоть половина лезвия у него была отломана, но он был острый как бритва и мог во что хочешь перерезать. 9Веснушка мигом достал ножик из кармана, и… 6ЖИК! 9ЖИК! 9- Ветки Амилы одна за другой полетели вниз. 9Ему почудилось, будто они взвизгивали и шипели под ножом от бессильной злобы. 9Взяв плащ, Веснушка все еще продолжал орудовать ножом, пока не срезал начисто всю Амилу. 9- Ведьминой метле, пришел конец. 3И старая Ивна сразу помолодела, выпрямилась, встряхнула ветвями и зашелестела за шептало листвой, благодаря Веснушку. 9А когда мальчик спускался на землю, ему показалось, что Ива помогает ему, бережно и осторожно поддерживает ветками, 9чтобы он не сорвался и не упал. 9Очутившись на земле. 9Веснушка первым делом бросился искать лунного зайчика. 9Но того и след простыл. 9Веснушка отлично помнил, что, когда он полез на дерево, лунный зайчик сидел возле пня. 9А сейчас там никого не было. 9Веснушка взглянул на небо и сразу все понял. 9Луна зашла за тучу. 1По верхушкам деревьев с разбойничьим свистом пронесся порывистый ветер, первый предвестник дождя. 9И через минуту по листьям уже забарабанили капли. 9Веснушка поежился, одна капля попала ему за воротник. 8Но какой дурак будет мокнуть под дождем, когда в руках у него плащ? 9И Веснушка накинул плащ на плечи. 9Но, когда он взмахнул полами плаща, чтобы закутаться, то вдруг почувствовал, что взлетел воздух. 8Легко, словно птица, он взмыл над лесом, задев ногами верхушку старой ивы. 9Потом поднялся еще выше, пролетел сквозь дождевые тучи и, очутившись в звездном небе, понесся вперед. 9Веснушка ощущал какое-то странное знакомое чувство, будто он спит и летит во сне. 5Ведь так часто бывает, снится, что ты летишь, слегка дернешься всем телом вверх, и уже оторвался от земли, и поднялся в воздух, и летишь, 9и тело твое легкое, невесомое. 9Я уверен, мои дорогие читатели, что каждый из вас не раз летал во сне, и вы хорошо знаете это необыкновенное чувство. 9Не удивляйтесь же, что, накинув плащ господина Мрака, Веснушка вдруг полетел, как во сне. 9Ведь это был не обычный плащ, а волшебный, и принадлежал он господину Мраку, который руководил злыми, кошмарными снами. 9Не успел Веснушка даже по-настоящему испугаться, как уже оказался в знакомом месте, среди гор, перед волшебным озером. 9И снова на его глазах озеро превратилось в зеркало. 9Но сейчас это уже не удивило Веснушку. 9Он был очень рад, что обратный путь преодолел так легко и просто. 9Не раздумывая долго, Веснушка шагнул в волшебное зеркало. 9И вдруг искры посыпались у него из глаз, а на лбу выскочила большущая шишка. 9Веснушка со всего размаха трахнулся в бомо зеркало. 9Вот это да! 9Веснушка пощупал рукой шишку, потом зеркало, поверхность его была твердой и непроницаемой. 1Волшебное зеркало не пускало Веснушку в страну солнечных зайчиков. 9Но почему? 8Он никак не мог этого понять. 1Сколько он не дотрагивался до зеркала, всякий раз рука его наталкивалась на твердое, толстое стекло. 9И тут неожиданная мысль промелькнула у него в голове, да он же забыл снять плащ господина мрака. 9Веснушка мигом скинул плащ, свернул его, взял подмышку и снова дотронулся до зеркала. 9Теперь рука его сразу провалилась в пустоту. 9Тогда Веснушка тихонько, боком, выставив вперед руку и пригнув голову, двинулся вперед. 9Но предосторожность была напрасной. 9Путь был свободен. 1Веснушка вошел в Страну Солнечных Зайчиков. 414. 9Необыкновенные события в замке волшебных сказок 9На пороге жасменного домика Веснушку с нетерпением ожидали дядюшка Ясь, тетушка Тася и их солнечные зайчата. 9Если бы вы знали, как Веснушка был рад снова увидеть их. 9Он хотел было даже броситься к ним в объятия, но вовремя вспомнил, что из этого все равно ничего не выйдет, разве можно обнять зайчиков, 9сделанных из солнечных лучей. 9Пришлось ограничиться просто приветствиями. 9Войдя в домик, Веснушка положил плащ в углу, там, где висела его курточка, и тут же забыл о нем. 9Во-первых, потому, что вообще в присутствии солнечных зайчиков вмиг забывалось все неприятное, тревожное и нехорошее. 9Такова уж была особенность этих удивительных существ. 9А во-вторых, потому, что тетушка Тася пригласила его к столу, на котором лежала гора всевозможных цветов, 9издававших привкуснейшие и аппетитнейшие запахи. 9И у голодного Веснушки даже голова закружилась. 9Но ему не удалось насладиться едой. 9Вдруг на глазах у всех плащ, который лежал в углу, зашевелился, стал подниматься, распрямляться, и через секунду в жасминном домике, 9упираясь головой в потолок, стоял господин Мрак. 9- Ха-ха-ха! 9- Гулко, словно из глубокого колодца, прозвучал его страшный, зловещий смех. 9- Ну, теперь трепещите! 9Пришел конец вашей несчастной стране солнечных зайчиков! 9- И с этими словами господин Мрак медленно, не торопясь, вышел из жасминного домика. 9Веснушка опишел от неожиданности. 9Да и солнечные зайчики, хотя и знали, что господин Мрак должен появиться, первую минуту растерялись. 9Когда они выбежали из домика, то увидели, что господин Мрак направляется к замку волшебных сказок. 9Его темная фигура резко и непривычно выделялась на фоне цветущей солнечной страны. 9И там, куда падала его черная тень, сразу вяли и сохли цветы. 0Правда, когда он проходил, они снова оживали и расцветали, но все равно на это было страшно смотреть. 8Обитатели замка волшебных сказок, ничего не подозревая, занимались своими обычными делами все было тихо, мирно. 9И вдруг стали твориться необыкновенные вещи. 9Аладдин, который только что старательно чистил зубным порошком свою волшебную лампу, неожиданно плюнул на нее, 0бросил на пол и начал топтать ногами. 9Старик Хоттабач смастерил из подтяжек и кухонного рогача большущую рогатку и, спрятавшись под столом, 9стал стрелять оттуда по старым добрым феям вышивавшим диванные подушечки. 9Буратино подошел к Илье Муромцу и изо всей силы ударил его золотым ключиком по лбу. 9А Илья Муромец который мог одним пальцем стереть Буратино в порошок, вдруг захныкал совсем как маленький 9- Чего ты дерешься? 9Большой, да? 9Здоровый да? 5Вот я скажу маме. 9Старуха из 9Сказки о рыбаке и рыбке 9начала гоняться за котом в сапогах, стараясь наступить ему на хвост, и истошно кричала, 9- Отдай сапоги! 9Отдай сапоги! 9А старик из той же сказки окунул голову в аквариум и принялся ртом ловить золотую рыбку. 9В общем, произошел неимоверный переполох и вы сами уже, наверное, догадались, что все это были козни господина Мрака. 8Он хотел посеять панику в замке волшебных сказок. 8И неизвестно, до чего бы дошло если он вовремя не подоспели солнечные зайчики как только солнечные зайчики появились в замке, 0все злые и нехорошие, вызванное господином Мраком сразу же прекратилось. 9Аладдин в отчаянии схватился за голову и тут же стал чинить растоптанную волшебную лампу. 9Старик Хоттабач на коленях просил прощения у старых добрых фей за свое мальчишеское поведение, 9буратино со слезами на глазах извинялся перед Эрее Муромцем. 2Старуха чуть не сгорела со стыда, вспомнив свою легкомысленную погоню за котом в сапогах. 8А старик едва не захлебнулся в аквариуме от смущения. 9И все очень встревожились, узнав, что в стране солнечных зайчиков находится господин Мрак. 9В замке волшебных сказок было немедленно объявлено военное положение. 0Сказочные дети временно эвакуировались во дворец смеха. 9Немощные старые волшебницы тоже. 4Все остальные приготовились к бою. 6Между тем господин Мрак уже проник в подземелье. 4Там, в темноте, он чувствовал себя в родной стихии. 9Под мрачными, сырыми сводами то и дело раздавался его торжествующий голос. 9Он приветствовал заключенных, чертей, людоедов, ведьм, и выпускал их из темниц. 9С дикими криками все это дьявольское отродье выскакивало на волю и отчаянно бесновалось, радуясь освобождению. 8Начались неслыханные безобразия. 9Злые силы превращали прекрасные, благоухающие розы в отвратительных, гадких жаб. 9Венок, душистый горошек и другие вьющиеся растения, в ужасных, шипящих змей. 9- О подсолнухе, в крокодилов! 9И вскоре вся страна кишмя кишела этими гадами. 9Мало того, черти и ведьмы бросились в Долину Счастливых Сновидений и принялись топтать и уничтожать сны. 9И детям на всем свете вместо Счастливых Сновидений стало вдруг сниться что-то ужасное и непонятное. 9Дети просыпались и плакали. 9Надо было немедленно прекратить эти преступления. 9И все до единого обитателя замка волшебных сказок ринулись в бой. 9Но как им было трудно бороться с этими злыми силами? 9Ведь если в сказках можно преспокойнейшим образом рубить головы драконам и змеям Горынычам, сбрасывать в пропасть людоедов, 9по уши загонять в землю злых царей, то есть уничтожать их, то здесь ни в коем случае нельзя было этого делать. 9Потому что все эти черти, ведьмы, змеи Горынычи, драконы, злые волшебники и волшебницы были единственными, редкостными экземплярами, 9специально оставленными для сказок. 9Если их уничтожить, дети всего мира навсегда были бы лишены удовольствия видеть их в сказках. 9А может быть, и вообще все сказки исчезли бы, ведь в каждой из них есть какое-то зло, с которым борется добрый герой так что уничтожать их нельзя было ни под 9каким видом. 9Приходилось только ловить, связывать и снова сажать в темницу. 9Ох, и нелегкое это было дело! 8Для удобства действий все сказочные герои разбились на отряды, Коти Горошек командовал отрядом, который боролся против драконов и змей, 8работник Билда руководил борьбой с чертями, кот в сапогах вел наступление на людоедов, старик Хоттабыч и Алладин боролись со злыми восточными джиннами, 9Иванушка-дурачок двинул войско на Бабу-Ягу. 9Завязалась жестокая схватка. 8Пошли в ход волшебные палочки, волшебные лампы, волшебные персни, волшебные флейты, заколдованные мечи, весь сказочный арсенал. 9Сухопутные войска поддерживала с воздуха авиации, ковры-самолеты, жар птицы, коньки-горбунки. 2Бой разгорался все сильнее. 9Но, конечно, без помощи солнечных зайчиков вряд ли одолели бы сказочные герои всю эту нечисть. 9Солнечные зайчики ослепляли драконов и змей, и только благодаря этому Котигорошек со своими соратниками скрутили их в барани-рок и 8водворили обратно в темницу. 9Солнечные зайчики помогали Алладину и старику Хоттабычу загонять восточных джинна в бутылки. 9Солнечные зайчики подсказывали Иванушке-дурачку, как лучше всего справиться с Бабой-Ягой, затолкать ее в ступу и прикрыть сверху крышкой. 9В общем, всюду и везде в решающий момент солнечные зайчики приходили на помощь. 8В самый разгар битвы Веснушка, который, ясное дело, участие в ней не мог принять, вдруг вспомнил о господине Мраке. 8Куда девался этот злодей? 9Удалось ли ему освободить тролля? 9И почему все забыли о нем, о самом главном враге? 9Но кругом творилась такая катавасия, что нечего было и думать напомнить кому-нибудь об этом и Веснушка решил сам узнать, в чем дело. 0Осторожно, прячась за кустами, чтобы случайно не попасться на глаза какому-нибудь злому волшебнику и не быть превращенным в крысу, 6жабу ил, крокодила, Веснушка стал пробираться к входу в подземелье. 9Спустившись по ступенькам вниз, он становился и прислушался. 4Откуда-то далеко-далеко, из глубины длинного, темного коридора, доносился чей-то истошный крик и проклятие. 9Веснушка не рискнул идти дальше. 9Он столько уже натерпелся от господини мрака, что ему совсем не хотелось снова встречаться с ним в этом страшном месте. 9Так ничего и не узнав, Веснушка поднялся наверх. 1Сражение уже кончилось. 2По стране спокойно прохаживались добрые кудесники с волшебными палочками в руках и расколдовывали цветы. 9Из жаб, змей и крокодилов опять превращали их в розы, душистый горошек, подсолнухи и в разно другие цветы. 9Навстречу Веснушке к подземелью шел Коти-Горошек, неса подмышкой последнего дракона, связанного по рукам и по ногам. 9- Дядя Коти-Горошек, – бросился к нему Веснушка, – там, в подземелье, господин Мрак. 9Вы же о нем совсем забыли! 9Он там кричит и ругается. 9Наверное, он уже выпустил тволб? 9Ой, что будет! 8- Чего панику разводишь, – улыбнулся Коти-Горошек, – солнечные зайчки, брат, не такие, чтобы забыть о самом главном. 9А ну-ка пойдем посмотрим. 8- Да что вы! 1- Не бойся, сынок! 1Вот увидишь, ничего страшного уже нет. 9Веснушка с недоверием глянул на Коти-Горошка. 8Но у того был такой бравый богатырский вид, что бояться с ним идти было просто смешно. 8И Веснушка решился. 2По дороге Коти-Горошек бросил связанного дракона в камеру, закрыл ее на большой висячий замок… 9Конечно же, это был волшебный замок, и его никакая злая сила открыть не могла. 8И они пошли по длинному, темному подземному коридору. 9Путем указывали светлячку, которые на равных расстояниях один от другого сидели на потолке коридора и светились, как лампочки. 9Из полутемы, сквозь решетки камер, глядели страшные морды ведьм, чертей и людоедов. 9Они сверкали глазами, дико рычали зубами грызли решетку. 9Казалось, вот-вот они снова вырвутся на волю. 9Но это только казалось. 9Решетки были волшебные, и черти и ведьмы могли только мечтать вырваться оттуда. 9В одной из камер на полках, как в винном магазине, стояли батареи бутылок. 9Это были бутылки с восточными злыми джиннами. 9Сквозь стекла бутылок видно было, как они там корчились и извивались. 9В другой камере на полу стояла большая ступа, прикрытая крышкой. 9Ступа все время подпрыгивала, будто отплясывала какой-то танец. 9В ступе сидела Баба-Яга, никому теперь не страшная, вздорная старуха. 9В третьей камере происходили совсем необыкновенные вещи. 5Когда коти горошек с веснушкой подошли к ней, там метался огромный дикий кабан, пытаясь своими могучими клыками разбить толстую решетку. 9Потом на глазах кабан вдруг превратился в маленькую мышку, которая хотела прошмыгнуть между прутьями. 9Но в тот же миг решетка превратилась в густую стальную сетку. 5Тогда мышка тут же превратилась в камара, но вместо сетки уже было толстое стекло, и камар бился об него, злобно попискивая. 9И так без конца. 9Да, злые герои сказок находились в надежном месте. 9Но где же все-таки господин Мрак? 9Они прошли уже почти все подземелья, а о нем еще ни слуху ни духу. 9И вдруг в самом дальнем углу коридора раздался громовый голос, изрыгающий такие несусветные проклятия и ругательства, 6что Веснушка поневоле покраснел и закрыл уши. 9Это был голос господина Мрака. 9Но что произошло? 8Почему он так отчаянно ругается? 9- Смотри! 9Смотри! 8- воскликнул коти горошек. 9- Я ж тебе говорил! 9Веснушка посмотрел туда, куда показывал коти горошек. 8В самой крайней камере за толстой решеткой сидел на пол тролль и горько плакал, вытирая слезы своей козлиной бородой. 8А перед камерой стояло какое-то диковинное сооружение, напоминающее самовар. 5Веснушка пытался разглядеть господина Мрака, голос которого только что слышал. 9Но безрезультатно. 9- Я его не вижу, – признался наконец Веснушка. 9- И никогда не увидишь, – сказал коти горошек. 9- И вообще, никто никогда его больше не увидит. 9Он там, в ловушке. 9Это была правда. 9Умнейший и коварнейший господин Мрак, как самый никудышный глупый мышонок, попался в ловушку, специально устроенную для него солнечными зайчиками. 9Ловушка состояла из сложного, запутанного лабиринта, откуда ни было выхода. 9Стенки его были сделаны из волшебных зеркал. 9Когда господин Мрак забежал в ловушку, – а он думал, что это вход в клетку к троллю, – зайчики пустили в лабиринт луч солнца. 9Всего один-единственный луч. 9Но, отражаясь от зеркал, этот луч так ярко осветил все внутри, что, если бы заглянуть туда, можно было бы ослепнуть. 9Ни одной темной щелочке, ни одной трещинки, куда мог бы проникнуть господин Мрак, не было в лабиринте. 5Господин Мрак был обречен вечно метаться в этом море света, не находя выхода. 9Мир избавился от своего самого страшного, самого всесильного и самого неуловимого врага. 5Трудно описать радость, какую было встречено это известие в стране солнечных зайчиков. 9В замке волшебных сказок был устроен пир на весь мир. 9Ни в одной сказке не описывался еще такой пир. 9Вино лилось. 8А впрочем, нет. 9Простите, я ошибся, никакого вина не было. 9Оно было просто не нужно. 8И без него хватало веселья. 9Вместо вина рекой улился смех. 5Сказочные герои поднимали бокалы, полные радостного, счастливого, искристого смеха. 9Закусывали же улыбками и веселыми шутками. 9А танцевали как? 9Батюшки мои, как танцевали! 9Даже самые старые, дряхлые волшебницы, бросив свое вышивание, пустились в пляс. 9А старик Хоттабыч, которому, как известно, была не одна сотня лет, выкидывал такие коленца, что в конце концов, подпрыгнув, 9зацепился штанами за люстру. 9Пришлось вызывать пожарную команду. 9Пировалив всю ночь, до самого рассвета, то есть до тех пор, пока солнечные зайчики не заторопились на землю. 915. 9Что было потом? 9Итак, последняя злая волшебная сила на земле исчезла, начальник канцелярии ночных кошмаров, 9страшный и беспощадный господин Мрак был навеки заточен в подземелье замка волшебных сказок. 9И кошмары, которыми он руководил, оставшись без своего начальника, оказались беспомощными и тихо, бесследно сгинули. 9Ох, как сразу светлее, веселее и лучше стало жить на земле. 9Куда только одевались злые, нахмуренные лица. 9Все ходили улыбчивые, счастливые. 9Мрачных людей будто бы никогда и не было. 9Ведь это кошмары внушали им раньше недобрые, нехорошие мысли. 9Даже хулиганцы, эти отъявленные бандиты и убийцы, лишившись поддержки злых сил, стали бессильными, трусливыми и жалкими. 9Ластавины победили их и выгнали его на свои страны. 9Ластавиния вновь стало свободной и независимой. 9По примеру Ластавиния все другие страны, порабощенные хулиганцами, а таких стран было немало, тоже стали освобождаться от гнета. 9И вскоре власть хулиганцев, которые захватили было чуть ли не полсвета, всюду была свергнута. 9Печальная участь постигла обитателя пещеры, тридцать три несчастья. 9Солнечные зайчики разрушили пещеру и сожгли все болезни до единой. 9Правда, эти дьявольские создания успели, к сожалению, разнести заразу по всей земле. 9Но за дело взялись врачи и успешно с ней борются. 9И, безусловно, в будущем с болезнями будет навсегда покончено. 9Долго думали солнечные зайчики, как поступить с королевством Черной Ночи. 9Без господина мрака королевство как темная сила ничего не стоило. 9Его можно было ликвидировать в одну минуту. 9Но тогда ночь навсегда исчезла бы, остался бы только сплошной день. 9Исчезли бы, конечно, и утро, и вечер, а это заставляло задуматься. 2Стоит ли так делать? 9Во-первых, люди очень привыкли к ночи. 9Они привыкли по ночам спать и видеть счастливые сны. 9Спать днем, это совсем не то. 9Во-вторых, ночью бывает очень красиво. 9Зачем, например, лишать людей удовольствия гулять где-нибудь на морском берегу луной ночью и смотреть, как бегают в море по лунной дорожке лунные зайчики. 9Кстати, лунным зайчикам пришлось бы тоже навсегда исчезнуть. 9Ведь они бывают только ночью. 9А тихие летние вечера, когда усталое, заходящее, пурпурное солнце окрашивает в золото все вокруг? 9А раннее майское утро, когда первые лучи солнца, купаясь в искристой росе, пробуждают природу и наполняют птичьим гомоном цветущей сады? 9Нет, жалко всего этого. 9Да и сами солнечные зайчики должны были бы круглыми сутками находиться на земле. 9А ведь без отдыха они бы очень уставали. 9Страна солнечных зайчиков вдруг бы опустела и оказалась ненужной. 8Пришлось бы ее закрывать. 9А как быть с долиной счастливых сновидений, замком волшебных сказанок? 8Возникло очень много вопросов. 9И солнечные зайчики приняли решение, королеву Черной Ночи уничтожить, а саму ночь пока оставить. 9Так и сделали. 6Но в некоторых местах земли, например, на севере, все же решили гели опыта организовать так называемые, Белые ночи, 9то есть такие ночи, когда светло как днем. 9Если опыты окажутся удачными, может быть, в будущем ночь ликвидируют. 9Но об этом пока говорить рано. 0Поживем, увидим. 9Грозное племя тучевиков-грозовиков Солнечной Зайчики тоже пощадили. 9Во-первых, потому, что действовали они не по собственной воле, а под влиянием господина мрака и кошмаров. 9Во-вторых, не такое оно же, честно говоря, Белое Грозное, гремит, сверкает, а беды настоящей не делает. 9Даже, наоборот, пользу приносит, землю дождем поливает, отчего растения лучше растут. 9А от Царя Грома и Царицы Молнии люди легко защищаются при помощи громотводов. 9К тому же Солнечные Зайчики всегда побеждают тучевиков-громовиков, и люди любят смотреть, 9как в честь своей победы они устраивают на небе веселый хоровод, радугу. 9Это очень красиво. 9Ну, а Веснушка? 9Что осталось с ним? 9О, не волнуйтесь! 9С ним все хорошо. 9Нагостившись волей в стране Солнечных Зайчиков, насмотревшись всевозможных сказочных представлений в замке волшебных сказок, 9он вернулся наконец в свое родную ластовенью, теперь свободную, независимую и счастливую. 5Но это еще не все. 9Обычно сказки кончаются тем, что герой женится на принцессе, становится принцем, королем или просто богатым человеком и живет себе припеваючи, 9ничего не делая. 5Но если бы вы знали, как это скучно и неинтересно, быть королем, даже добрым и хорошим, и ничего не делать. 9Не зря сказки всегда обрываются на этом, потому что дальше рассказывать нечего, сплошная скука и ерунда. 9Нет, Веснушка не стал богатым человеком, а тем более королем или принцем. 9И, конечно, не женился. 9Где вы видели, чтобы люди женились в девять лет? 9Он вернулся к деду Чудодею в пристанище добрых друзей. 9После освобождения страны от хулиганцев все родители, конечно, забрали своих детей, и место у синих скалистых гор опустело. 9Но дед Чудодея не бросил колонии. 9Он остался в ней жить навсегда. 9Две старенькие няни тоже. 1И, когда Веснушка вернулся из страны солнечных зайчиков, он остался с ними, и стали они жить вчетвером. 9Посоветовавшись, они решили превратить колонию в дом труда и отдыха для детей. 2Да не только отдыха, но и труда. 9И теперь сюда приезжают во время каникул дети со всей Ластавинии. 9Тут они отдыхают, веселятся, а также работают. 9В колонии много мастерских. 9И каждый занимается тем, что ему любо, кто столярничает, кто разные машины мастерит, кто на сапожника учится, кто на слесаря. 9А вот Веснушка твердо решил, что, когда вырастет, станет садовником. 9Его заветная мечта сделать так, чтобы в его родной стране было столько же цветов, сколько он видел там, за волшебным зеркалом, 9чтобы его страна стала такой же цветущей и сказочно прекрасной, как и страна солнечных зайчиков. 9И, вы знаете, кажется, Веснушкина мечта существится, потому что... 5Послушайте-ка лучше, что говорит дед Чудодей, у этого мальчугана просто талант. 9Я не видел, чтобы у кого-нибудь так хорошо принимались саженцы, так быстро росли, так буйно расцветали. 5Он, наверное, знает какой-то секрет. 9Но деду, конечно, невдомек, что у Веснушки есть невидимые человеческому глазу помощники. 9Когда Веснушка работает в саду, окапывает деревья, поливает их, вокруг него то и дело мелькают солнечные блики. 9Кажется, что это обыкновенные пятнышки света, а на самом деле это настоящие, живые солнечные зайчики. 9Да, да, старые друзья не забывают Веснушку и помогают ему все время, и когда он работает, и когда учится, и когда веселится на досуге. 6Да и не только Веснушке, а веем-веем добрым людям помогают солнечные зайчики. 8Там, где свободный счастливый труд, где радость и смех, там всегда есть солнечные зайчики, потому что они существуют только для того, 9чтобы делать жизнь людей светлой, радостной и счастливой. 9Может быть, вы скажете, что не замечаете их. 9О, так вы, наверное, забыли, что они очень скромны. 9А все-таки присмотритесь хорошенько. 9Они прячутся в вашей улыбке, в ваших глазах, сияющих радостью и счастьем. 8И знайте, что всегда, когда вам хорошо и весело, когда вы делаете честное и хорошее дело. 9Солнечные зайчики рядом с вами.